Сайленсер, Нортрам Родом из Кельталаса, Сайленсер является одним из самых сильных воинов эльфов крови, наряду с самым могущественным из магов Каэлем. Нортрам обучен броскам зачарованных Глейвов, которые при убийстве врага лишают его разума, а также способен накладывать печать молчания, которая заставляет врага на время потерять дар колдовства. Ходят легенды, что по одному щелчку пальца Нортрам способен заставить замолчать все вокруг. Просто... Я просто зашел и уничтожил. Я не знаю, это жесть какая-то. Ну почти наставочка. Почти. Души его. О, я из Комбата не выйду, да? Можно бить. Хорош. Кунки. Хорошо, закайтили. Души. Ой-ой-ой-ой, да шо ж такое-то. Ой, ультра. Души. О, ну вот он. Ребята, можно фиссуру хотя бы там, я не знаю, какую-нибудь. Фиссуру какую-нибудь, я не знаю. Ой, какой хил пошел. Опа. Еще вот так вот. Там три запиливания. Вот так вот. Трипл килл просто с ультимейта. Всем привет, дорогие друзья. С вами Яксенас. И сегодня у нас новый и интересный гайд. Но прежде чем мы его будем разбирать, конечно же, хочется поблагодарить вот этих спонсоров за то, что поддерживают. Конечно же, мотивируют и продвигают мой ютуб канал. Ребятки, напоминаю про спонсорку. Если хотите выделяться в чате, смотреть контент раньше и знать немного больше, то, конечно же, переходите к кнопочке спонсировать. Выбираете спонсорку, какая вам нужна. От второй и третьей спонсорки у нас еще идут приватные катки по выходным. Поэтому, если хотите еще и в приватке с Дисом, так сказать, то welcome. Ну и в принципе, в принципе, все. Все, ребятки, не забывайте про то, что есть спонсорка. И большое спасибо тем, кто уже душит по спонсорке, ребятки, от души. В общем, ребята, у нас сегодня гайд на глушитель. Глушитель Сайлансер, да? В общем, мы сегодня посмотрим, как работает у нас вообще в целом этот персонаж и чем он славится. Этот персонаж очень сильный. И, возможно, некоторые не понимают, что этот герой в целом может. Сегодня я постараюсь это донести в хорошей теории и на хорошей практике. Поэтому, ребятки, теорию максимально просматриваем. И практика тоже будет очень интересная. Будем играть в четверки, будем играть в двойки. На единичку этот персонаж не подходит, но очень хорошо идет на центральную линию, то есть на двойку. Это сегодня мы будем разбирать. Ну и, конечно же, так как у нас это Сайлансер, вы просто посмотрите на его модельку. Вот такой вот у нас Сайлансер. И мы сегодня узнаем, как работает у нас Курса, как работают у нас Глейвы, как работает у нас Ластворд и как работает Глобал Сайланс. Сегодня максимально углубимся в теорию, чтобы понимать некоторые микромоменты. Ну и, в принципе, пожелаю всем приятного просмотра. В целом сегодня пойдем душить. Готовы? Тогда поехали. Итак, ребята, первое, что нам нужно затронуть на Сайлансере, то, что Сайлансер славится тем, что не только он на всех накидывает молчание, то есть невозможность произносить какие-то заклинания, но еще этот персонаж работает по накопительной системе своего основного атрибута. А основным атрибутом у нас является интеллект. Если Пуч накапливает за всю игру силу, при этом не отнимая силу у оппонентов, то Сайлансер отнимает у оппонентов интеллект, отнимает интеллект и оставляет его на всю игру. При этом у оппонентов также на всю игру забирается интеллект. Посмотрите, у нас тут есть Лордары. Я на них сейчас проведу несколько тестов и потом мы пойдем разговаривать о способностях. Посмотрите, у нас есть тут Слордар 10 уровня, 10, 10, все 10 и у одних по 26 интеллекта, а у другого 28. Давайте посмотрим, как это работает. Раньше в старых версиях Доты был такой прикол, что Сайлансеру нужно было вкачать второй или третий, я не помню, честно, не закидывайте камнями, просто это было лет 6 назад, когда патчи еще выходили и Сайлансер был потом переделан. И нужно было определенно что-то вкачать для того, чтобы он вытягивал интеллект на всю игру. Сейчас же такая тема убрана и не важно, что у вас прокачано, главное, чтобы рядом с Сайлансером кто-то умирал в радиусе 900 единиц. Тогда он будет лишаться интеллекта и, конечно же, интеллект будет прибавляться Сайлансеру, но оппонента, естественно, будет убавляться. Так что вот такая приколюха. Раньше было обязаловкой там, допустим, или Глэйв прокачать или третий, я точно не помню. В комментариях напишите, кто помнит. И суть в чем? Смотрите, вот тут у нас есть Слордар и сейчас я его убью в радиусе 900 единиц. Я просто его убью и вот тут вот такие вот циферки. Смотрите, плюс 2 инт и минус 2. Соответственно, я получил плюс 2 интеллекта на всю игру. А Слордар, к сожалению, получил минус интеллект, потому что он умер в радиусе 900 единиц от самого Сайлансера. И есть тут еще один прикол. Можно эту тему немного ломать. То есть, если вы, если вы атакуете оппонента и он убегает с радиуса 900 единиц, но вы накидали на него свои способности, о которых мы будем разговаривать позже, то есть такая возможность, что независимо от того, на каком расстоянии от вас оппонент, вы все равно получите интеллект. Так что смотрите, вот по-любому уже 900 расстояния он пробежал и, как видите, минус 2 интеллекта. И тут было у нас плюс 2 интеллекта. Соответственно, вы можете поломать немного механику игры радиусом 900 и, конечно же, забрать интеллект у оппонента, который, ну, который просто попытался убежать. Но вы добили его со скиллов. Так что вот такой вот у нас есть первый прикол. Так, я сейчас там уничтожу того, кто мне спамит. Хорошо, и продолжаем дальше теорию. Отлично. В общем, вот такой вот у нас первый момент. Ребятки, есть такой прикол, что улучшая разум, то есть разум это же основной атрибут на нашем персонаже. То есть, соответственно, вы повышаете себе урон. У Сайленсера в лейтгейме очень большое количество урона с руки будет. И это, кстати, очень плохо, потому что есть некоторые персонажи, которые режут основной атрибут. Например, там Ризерок с помощью первого спела сможет срезать вам основной атрибут, а это разум и уменьшит дамаг, Венга вам сможет уменьшить, ну и сможет уменьшить вам Питлорд. Поэтому таких персонажей нужно будет бояться, если вы, конечно же, прям хотите душить с руки. Но все равно, как бы, бояться, не бояться, но Сайленсер будет очень-очень сильный. В общем, надеюсь, вы поняли, ребятки, по интеллекту, что можно пользоваться вот такими фишечками. Главное запомнить, что в радиусе 900, неважно, если кто-то умирает, то вы получите интеллект стопроцентно. Ну а если кто-то уходит на расстояние, то, соответственно, если вы добиваетесь своих скиллов, то можете также получить интеллект. Но, если честно, я столкнулся в соло-лобби с такой бедой, что почему-то на расстоянии мне не давался интеллект некоторое время. Я не понимаю, почему. И, если честно, вот это ставит под вопрос. Я потещу еще это в игре, и если эта вставочка осталась, то, соответственно, в игре это все работает. Потому что в соло-лобби у меня некоторое время эта тема не работала, потом начала работать. Если честно, очень порой тяжело вот это все тестить, я начинаю не понимать, почему это так не работает, ведь оно должно работать. Ну, соответственно, если вставочка есть, значит эта вся тема работает и проверена, ребятки, фигню я вам давать не буду. Ну и что ж, поговорили мы немного о Силенсере, главное знать, что Ешка у нас 900 единиц, по забиранию интеллекта интеллект можно загнать в минус. Это я показывал еще в старых фишках. Так что вот такая тема, ребятки, а теперь мы перейдем к способностям нашего персонажа. И первая способность у нас это Курса of the Silence. Погнали разбирать ее. Первая способность на нашем персонаже, ребята, это, конечно же, проклятие. И это проклятие очень специфично, оно очень прикольное, оно снимает хп, оно снимает ману и, конечно же, наносит урон. Это понятное дело, да, ну то есть если снимает хп, значит, соответственно, наносит урон. При этом ее очень легко законтрить. Эта способность требует нажать какую-то другую способность, чтобы перебить эту способность. Я вам сейчас это объясню. В целом способность очень интересная. Давайте прокачаем ее, посмотрим. Хватки у нас С, мы прокачали эту способность. Радиус на этой способности у нас составляет 350 единиц. Вот такая вот АОЕшечка. Дальность применения у нас 800. То есть на таком большом расстоянии вы закидываете в кого-то и, посмотрите, пошел вот такой вот эффектик, дебаф расположен и уменьшается мана и уменьшилось немного хп. В зависимости от уровня прокачки у нас тут увеличивается количество снимания в секунду маны и, конечно же, нанесение урона в секунду. Тут все по-левельно показано. Как законтрить эту способность? Самый интересный момент. Эта способность контрится тем, что вам необходимо под вот этим проклятием заюзать какую-нибудь магию. Неважно, какая она. То есть срочно нужно заюзать. И действие этой способности прекратится. Это очень интересная механика, потому что, когда Сайленсер начинает накидывать первый спелл постоянно на оппонентов, то оппоненты вынуждены, чтобы не получать много урона и не терять много маны, заюзать что-то. То есть, допустим, кидают вот на Эритара, он нажимает W, кидает и все, сбрасывается все это тем. При этом, какие-то другие способности не будут сбивать, не будут сбивать это действие курсы. То есть, такие способности, как образно там у Бонни Кострелы, у Траксы, потом какие еще не будут сбивать, жесть, Аркана на Дестре. То есть, вам стопроцентно нужно что-то такое прям посерьезнее. То есть, допустим, как Астрал там у Дестроера, да, или Ультимейт, грубо говоря. Но есть такие способности, которые не требуют маны и они все равно почему-то прекращают действие этой способности. То есть, допустим, Бладрэйш не требует ману, Слордара Спринт тоже не требует. И тем не менее, вы этой темой сбиваете и прекращаете действие первой способности. У Инвокера прикольно тоже. Если у вас уже способность какая-то накастована, образно Метеорит, вы берете, опять нажимаете ЕВР, и просто у вас книга не уходит в КД, и вы можете спокойно сбивать курсу. При этом, еще и стики пополняют, и книга не уходит в КД. То есть, постоянно можно так, кинули курсу, просто нажимаешь Р, мана не тратится, ничего не тратится, и все. То есть, ну, это такая фишка. Все вы это, в принципе, помните, я это показывал. Ну, кто смотрит, те смотрят, ребят. Так что вот такой прикол. Ну и что ж, давайте теперь поговорим по уровням прокачки и по всей другой теме. Выезжает у нас табличка, смотрите, дальность применения у нас 800, радиус 350, урон в секунду 20, 35, 50 и 65, и сжигание ману в секунду 8, 16, 24 и 32. Длительность этой курсы у нас составляет 6 секунд. Монокост 75, 95, 115 и 135, и перезарядка 20, 16, 12 и 8 секунд. То есть, длительность 6, а перезарядка 8. То есть, получается, вы постоянно можете накидывать и, так сказать, побуждать оппонентов на то, чтобы они, они, юзали эту способность. При этом, смотрите, еще, мы можем вот так вот, наверное, сделать, да? Ага, не можем. На крипов эта тема не работает. Кстати, если честно, я никогда не обращал внимания, что эта тема на крипов не работает. То есть, соответственно, крипов не пофармить этой способностью, только каких-то жестких оппонентов. Вот такая вот приколюха. Диспелится эта тема, в принципе, диффузом. И, конечно же, можно не накинуть на БКБ. То есть, если юнит там в БКБ, то, соответственно, работать эта тема так не будет. И, кстати, что самое интересное. Эта курса, она стакается. То есть, если вы с рефрешем будете накидывать постоянно вот так вот. То есть, если у вас там, допустим, есть рефреш, то вы сможете несколько раз вот так вот накинуть. Посмотрите, как дамажит. То, соответственно, вот такой вот прикол. Вы можете это постоянно накидывать. Допустим, с Акторином КДшка будет 4 секунды. И вы сможете два раза там поднакинуть. Вот такой вот прикол. Ну или если есть у вас Аганим, то с Аганимом можно будет с помощью ультимейта также еще это подбафать. Эту тему я еще подниму на ультимейте. Ну а пока по этой способности все. В совокупности вы можете нанести очень большое количество урона на ласт уровне. 390 урона с этой способности вы можете нанести. А количество маны, которое вы можете сжечь, это 192 единицы маны. Так что вот такой вот вроде слабенький спелл, легко контрится. А на самом деле он реально очень-очень неприятный. Так что вот такая тема, ребятки. Поехали на вторую способность. Думаю, по этой способности вы поняли, что у нас тут эта способность простенькая. Простенькая на БКБ не работает С диспелить ее очень легко Просто нужно магию заюзать или там диффуз манта Там все такое Ну и конечно же это у нас магический урон Никак не чистый, никакой другой Все, погнали на вторую способность Следующая способность на нашем персонаже Это глейвы Глейвы это наш основной урон Который зависит от нашего интеллекта В зависимости от уровня прокачки У нас тут процентовка интеллекта возрастает Об этом поговорим, когда выйдет табличка А сейчас мы поговорим о основных моментах Хотки у нас даблы, прокачали данную способность Можно вот так вот по хоткею нажать Атаковать и при этом полетит Такой улучшенный какой-то Видели, просто вот посмотрите Обычный такой какой-то глейв летит И летит такой большой, сильный Улучшенный с такими красивыми эффектами И написано 18 18 это дополнительный урон Который наносится на чистой основе От нашего интеллекта То есть плюс 18 чистого Дополнительного урона вы будете наносить С этого глейва При этом это будет тема у нас еще С определенным монокостом И колдаун тут 0 То есть можно бить постоянно Теперь у нас тут имеется автокаст Посмотрите То есть можно поставить на автокаст И то есть не напрягаясь Не нажимая хоткей И можно вот так вот атаковать При этом глейвы селенсора Это очень прикольная тема Тем, что они не триггерят Крипов на лайне То есть это так же как у Хускара Так же как у Траксы Как у Дестра Вы можете спокойно через W Не агря крипов Вот так вот накидывать на оппонента И соответственно гонять его с линии И просто ну выгонять Просто начинаете с третьего там какого левела Начинаете просто выгонять оппонента И крипы вас даже не трогают Очень неприятная тема И сайленсор этой темой очень сильно душит И позволяет за счет этого выигрывать лайн Намного раньше Самый неприятный момент конечно же на глейвах Это Орбэффект Да, все вы знаете что такое Орбэффект Соответственно Дезали сюда собирать нельзя И не нужно Только нейтральные артефакты Можно какие-то собрать Но об этом уже в принципе Гайд на Орбэффекты Смотрите там внизу Я не знаю ссылку в описании Наверное оставлю Если не забуду конечно же В принципе нафиг вам эти гайды по Орбэффектам Вы все знаете и так Если вы мне на стримах все советуете Поэтому такая приколюка В общем ребятки поехали Выезжает табличка Смотрите Дальность применения 600 единиц Но это у нас атака Получается То есть дистанция атаки Но эта дистанция атаки Она увеличивается Все вы знаете что Иногда бывает такое Что там кто-то убегает А вы вот в догонку кидаете Там ему глейв вот этот То есть там уже 650 расстояние То есть это дефолтное такое увеличение То есть чуть подальше даже Эта способность может полететь Независимо от того что написано в табличке Так что забейте Интеллект в урон Это у нас тема Говорится о том Что чем больше у нас Вот здесь вот интеллекта Допустим Минус итем Став Минус итем Ну допустим 211 Это форстав Смотрите Плюс 10 интеллекта Да у нас было 18 Да Стало 21 И вот так вот Смотрите Оп И чем больше у нас интеллекта Тем соответственно Больше будет наноситься урона И чем сильнее у нас раскачан Второй спелл То есть чем выше процентовочка Тем выше урон будет От глейвов Смотрите То есть на первом уровне 30 На втором 50 50 На третьем 70 И на четвертом 90% От нашего интеллекта Будет преобразовываться В чистый урон от глейва То есть вот такая тема Монокост у нас 15 единиц маны Для того чтобы закинуть один глейв В принципе Монокост Небольшой для сайленсера Потому что сайленсер у нас персонаж Который Который будет постоянно накапливать Интеллект Интеллекта будет очень много Там под 2500 Маны Минимум Это минимум При этом это еще может быть Без каких-либо сильных артефактов На ману То есть там без хикса Там под 2000 маны Точно будет И урон при этом Тут будет еще огроменный Просто Но это не суть В общем надеюсь вы поняли Что такое глейвы Эти глейвы Написано что Нельзя избежать Но это все бред На самом деле И тем Давайте 21 Ну допустим Я вот кидаю вот так Но неужели я не смогу это закайтить Ну это бред Полностью Смотрите Прикрепляю вот картиночка Официально Можно избежать Нельзя избегать Это не такое дело Что там знаете Как допустим Как у Винтер Виверны Второй спелл Второй спелл на Винтер Виверне Избежать нельзя Это я точно знаю Поэтому Ну вот такой прикол То есть допустим Это как обычная тычка Мы ее Спокойно Эвейдим Далее Смотрите Блокируется иммунитетом Соответственно То есть На БКБшных юнитов Вы не можете Применять Эти глейвы Глейвы не работают На БКБшных юнитах В линку Эта тема Работает у нас То есть Если ИТМ Там линк Есть минус ИТМ 219 То есть Если вы там По W будете Пытаться атаковать То линка Не собьется Это Не такая Способность Как образно Тот же Форстав Который И прокатит И собьет Это у нас Просто Дополнительный Так сказать Модификатор Атаки Тут ничего Больше не нужно знать На Иллюзиях Эта тема Работать не будет Ну и Про Орб Эффект Я уже Ребятки Сказал Так что Вот такой вот У нас Второй спел Ребятки Обязательно Его качайте Душите оппонентов И делайте Селенсор Просто мощную машину По нанесению Чистого урона Так что Такая Вот такая Вот ребят Тема Погнали на третью способность Итак Ребят Следующая способность На нашем персонаже Это Немного специфично Она имеет Небольшую подготовочку И что она в целом делает Сейчас мы это все разберем Данная способность Накладывает Сайленс Наносит урон И еще дает Замедление На оппонентов На которых Накидывается Эта способность Ну это Таргетная способность Соответственно На одного оппонента Это будет закидываться Очень интересная И специфичная В комбинации Способность То есть Накидываем третий Там залетает Сайленс Сто процент Накидываем первый Это мы будем уже Показывать на практике И посмотрите Как это работает Ну в принципе Еще здесь тоже Покажем Очень интересная Механика Время подготовки У нас тут Составляет 4 секунды При этом Давайте в принципе Поюзаем эту способность И порассказываем Смотрите Я накину сейчас Эту способность На сикера И когда сикер Куда-то бежит Смотрите Его видно Видно Раз Ему наложился Сайленс По окончании Времени подготовки И нанесся урон Вот и сикер У нас вот сюда Вот вышел Смотрите Был у него тут Урон какой-то Нанесен И конечно же Был сайленс При этом этот сикер Был замедлен Самое кайфовое Это то что дает Вижен Это способность Оп смотрите Замедление Есть дебаф И сайленс При этом тут Характерный Такой звук Какого взрыва Какого-то щелчка Я не знаю Не суть В зависимости от уровня прокачки Тут все увеличится Количество времени В сайленсе Нахождение И конечно же Урон Плюс замедление Очень интересная Комбинационная способность То есть вы накидываете Третий Потом персонаж Стопроцентно Улетает в сало И конечно же Накидываете первый Это реально очень Прикольно Мне очень нравится Если честно Это время подготовки Но эту тему Можно легко спалить И как эту подготовку Сбросить У этой способности У этого Ласт ворда Это типа знаете Последнее слово Как переводится Да И типа У нее есть такая специфика Не обязательно Выжидать Вот эти 4 секунды Подготовки Эта способность Сразу же сработает Как только юнит Заюзает какую-либо магию То есть сразу же Затригерит он эту магию И она сразу же Наложит сайленс То есть эта способность Очень опасна Для Ну как Для кого она опасна Ну для энигм По моему Это способность Насколько я помню По моему опасна То есть она Заюзает Блэкхол Нет не заюзает Блэкхол То есть до окончания То есть И потом конечно Через 4 секунды После подготовления Она Эта способность Сработает То есть тут Именно чаннелингов Не касается Я так понимаю Потому что Я если честно Сам не помню Тут очень много Может быть механик И это все К сожалению Не разобрать То есть как видите Как работает это На энигму Вот она Кастует Блэкхол То есть сразу же То есть она По идее Сейчас его Кастует В данный момент И поэтому На нее Не накидывается Этот Ластворд А вот если бы Она Образно говоря Нажала бы Сразу же Малэфайз У которого Мгновенное действие То соответственно Эта способность Бы сразу же Затриггерила Ластворд И он получил бы Замедло На энигме И конечно же Получил урон С сайленсом Так что вот такая Вот приколюха Будете ребятки знать Ну и что ж Зареспаунить у нас Вот так вот Семк Чтобы не было спама И конечно же Разобрать у нас Табличку С ластвордом Смотрите Выезжает табличка Хоткей у нас Т на ластворде То есть по хотке Т вы сможете Спокойно накидывать Куда хотите Дальность применения Этой способности У нас 900 единиц То есть огромное Вот такое вот расстояние Вы вот так вот Накидываете Опа Хорош И пошло вот такое вот Действие И раз И все Накидывается сайленс Накладывается дебаф И идет Замедление Далее Какой у нас есть Момент Базовая Базовая длительность Дебафа То есть это то самое Время подготовки Этой способности В случае Если юнит Не прожимает Никакую кнопку И не Так сказать Не триггерит Этот ластворд То соответственно 4 секунды И потом После 4 секунд Будет вся Тема происходить А именно Замедление Дамаг и сайленс Далее Урон По уровням прокачки Урон тут разный 150 200 250 И 300 Урона Магического Вы нанесете По По так сказать Триггеру Данной способности Или по окончанию Вот этого дебафа Подготовки 4 секундного Ну и все Далее смотрите Замедление Скорости Передвижения 14 16 18 И 20 Прикольно 20 процентов Замедления Это тоже В принципе Это немного Но оно Есть Тут это замедление И это очень приятно Далее смотрите Длительность Безмолвия 3 4 5 6 Секунд То есть На сайленс Вы улетите На 3 4 5 6 Секунд В зависимости От уровня Прокачки И длительность Замедления Будет пропорционально Пропорционально Длительности Вот этого Сайленсера Сайланса То есть Сайленсера Ну вы поняли Сайланса Да 3 4 5 6 Секунд Также При этом Монокост У нас всегда 115 единиц И перезарядка 30 24 18 И 12 То есть 12 секунд 6 секунд У нас Идет Сайланс Замедление И наносится урон И кд 12 То есть Плюс еще там Получается Вот эта Задержечка 4 секунды То есть Получается 6 Плюс 4 Это 10 То есть Через 2 секунды Вы сможете Снова Заюзть эту способность То есть Как О чем речь идет Вот так вот Проходит время Тут 10 секунд Персонаж у нас бегает Раз Окей Сайланс Есть Имеется И Способность Уже откатилась На ласте Опять Накидываем Ластворд И конечно же Если юнит Там опять Что-то Заюзает То он опять Получит Сайланс То есть Он получается Если Прожидает Время Подготовки 4 секунды Потом на 6 Секунд Уходит В сало И через 2 секунды Опять ему Накидывают Ластворд И он Что-то Юзает То есть Получается Уже 12 секунд Сайланса С промежутком 2 секунды Это Великая Математика Вот так вот Ребятки Это все И делается Очень интересная Способность Мне реально нравится И в комбинации Конечно же С первой способностью Очень все просто Допустим Там Вот так вот Энигма бегает И под конец Мы накидываем Уже первый спелл И он Никак не может Сбить этот спелл Если не собьет Там БКБ Или Его лом Он же Не может Произносить заклинания Соответственно Не может снять С себя Первый спелл Вот такая вот Прикольная тема На БКБ Чном юнита Данный спелл Работать не будет В линку Написано Что блокируется Давайте закинем Эту способность В линку И проверим Смотрите Закидываю в линку Соответственно Линка у нас Сбивается Все отлично Работает Также написано Что эту способность Можно еще Снять Там диффузом Или еще Каким-то Каким-то спеллом Давайте это тоже Проверим Итем Диф Напишем Минус итем 242 И посмотрим Можно ли Ластворд Как-то снять диффузом Смотрите Пока он висит Я накидываю на себя диффуз И способность Легко снимается И сейчас мы еще проверим Один момент Если мы Вот так вот Получаем сайлансы За медло И пытаемся Скинуть его диффузом И спокойно Скидываем Так что Вот такая вот Прикольная тема Очень интересно Эта способность Работает на пака Очень интересно Пак может Зайвейдить урон И за медло Но сайланс Все равно На него Повесится На 85 Карте Это очень Интересная тема Если честно Не понимаю Почему Вроде вы Шифтом Кайтите То есть Можно там По таймингу Нажать То есть Шифт Сам по себе Не затригерит Ластворд Но вы сможете Закайтить Четко по таймингу Четырехсекундному Этот Этот Дамаг Но Сайланс на вас Нанесется Все равно Наложится Вот так вот Будет правильно сказать Ну и вот тут у нас Два этих персонажа Не просто так стоят То есть допустим Нажимается вот так Способность Снайкс Юзает рейдж И ничего с ним Не происходит Также у нас Тут же гернал Там такая приколюха Оп Нажимает Ф И все спокойно Работает А если мы Прокачаем эту Способность У нас допустим В 4 Будет ли что-то Изменено Давайте посмотрим Смотрите Накидывает Оп Нажимаем Ф И ничего не происходит Если честно Я помню такие моменты Что как-то Было время Что Эта тема Вся работала И юнитом Кто вот так вот Нажимал Просто снимал С себя Иммунитетом Эту способность Им наносился урон Я не знаю Почему и как Это работает Может у меня Опять какой-то Бак лоббит Но в целом Надеюсь Все работает так Как я вам Сейчас в данный момент Показываю Так что ребят Вот такая вот у нас Способность Третья Last Word Очень интересная Способность Ребятки Качайте конечно же И комбинируйте С первой способностью При этом не забывайте Что очень хороший Сайленс 6 секундный Реально приемлемый И конечно же У нас Также еще тут Хорошее замедление И хороший урон Жалко что не чистый А магический Ну и что ж Остается у нас Крайняя способность На сегодня Это ультимейт Нашего героя Погнали его разбирать Крайняя и самая Мощная способность На наших персонажей Это Global Silence Global Silence То есть соответственно По всей территории Дотки Будет Молчание По Худкею Е Давайте прокачаем Данную способность И потом разберем Уровни прокачки И конечно же Поговорим В целом О некоторых нюансах Которые у нас тут есть Также у нас тут есть еще и Аганим О котором Мы также поговорим Смотрите Хоткею Прокачали данную способность И вот так вот у нас тут есть Монокост Очень большой На первом левеле 250 Это очень много Но для Сайленсера В принципе Это я считаю Не проблема Потому что У Сайленсера Как вы знаете Маны будет очень много Самая приколюха На Сайллесе Даже не то Что тут вешается Всем по карте Сайллес А то что Убирается звук В игре полностью Давайте послушаем И музыка пошла То есть это Такая же приколюха Как и у Пуджа Если Пудж Допустим Кого-то кушает То это слышно По всей карте А если Сайллесер Юзает Сайллес То соответственно Все замолкают И всем накладывается Сайллес Хотке Е нажимаю И смотрите Идет такой эффект Все стоят в Сайллесе Даже вот Слардар на базе И кстати Нейтралы Также ловят У нас в Сайллес Я не знаю Зачем это сделано Те нейтралы Которых есть Какие-то магии Они также залетают В Сайллес Вот такая вот У нас прикольная тема Выезжает табличечка И смотрите Дальность глобальная Написано И у нас тут По уровням прокачки Длительность Сайллеса есть Соответственно На первом левеле На 4 секунды Вы всех Так сказать Заглушите На втором На 5 секунд И на третьем На 6 секунд Вы заглушите Калдаун у нас 130 секунд И монокосты Посмотрите Какие они огромные 250 375 И 500 Маны Для того Чтобы заюзать Глобал Сайллес И этот Глобал Сайллес Реально Очень серьезная тема И порой Сайленсер Очень сильно Моросит Когда допустим Если образно говоря Там какая-то Анима куда-то Влетела И вы такие Ну нажимаете Просто одну кнопку И конечно же Сбиваете Сбиваете Всю комбинацию Кому-либо Там Может Витч Доктор Там ченнелинг делает Может там Энигма что-то делает Так что Вот такой вот прикол Это очень серьезная Способность Которая даже В принципе Может остановить Крутилку Джаггера Но как остановить Остановит она эффект И крутилка будет Работать дальше Может наложить Сайллес на БКБ В случае Если это Какой-то Найкс Уже в рейдже То Наложит На его рейдж И также Может наложить На БКБ Но БКБ Снимает Сайллес То есть Некоторые ребята Не знают Как это работает В целом Что такое Сайллес На Вот Ну На ультимейте Сайллесера Как эта тема работает То есть Допустим Смотрите Если у нас тут есть Блацк Итем Блацк Минус Итем 230 То есть Смотрите Если на нас Наюзали уже Вот эту глобалку То мы нажимаем БКБ Соответственно Мы снимаем Эту глобалку И душим Также глобалка У нас будет сниматься Там Мантой Будет сниматься Юлум Будет сниматься Обычный Обычный Сайллес Который мы можем Поснимать То есть Допустим С союзников Я также могу Дифузом Поснимать То есть Любой Какой-то Диспейл Спокойно Снимет Этот Сайллес И Сайллес В принципе Можно не бояться Если у вас Есть БКБ Но тут Самая страшная Тема Когда вы На Энигме Подготавливаетесь Такие Знаете Юзайте БКБ Заранее Бежите Ставить Блэкхол И тут Дается Сайллес На БКБ Мэп 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 И все К сожалению Комбинация Просрана Ну и Также Может быть Наоборот То есть Если еще У нас Не заюза На БКБ То конечно Эту тему Я уже Показывал Что вы Спокойно Снимаете И поехало Все И все Нормально Так что Вот такая Вот приколюха Ребята С глобалкой Очень нравится Мне то Что конечно Все На карте Глобалит Это Ну то есть Сем Сало Дается Ну в принципе Больше нечего Рассказывать Просто дает Сайллес По карте Так что Вот такая Вот приколюха Ну и что ж У нас тут Есть Аганим Давайте Поговорим О Аганиме Еще Дополнительно Итак Ребятки Подбираем Мы Аганим Подобрали Аганим К сожалению Визуального Эффекта Аганим Никакого не дает А я бы Блин Прикололся Если бы Знаете Давал Такой Красивый Глейв Да Как будто Ну вот Такой Голубенький Эффект Давало Да Прикольно Было Но к сожалению Ничего Не дает Что нам Дает Аганим Сайленсеру Аганим Сайленсеру Нам дает Возможность Наложить Курсу Данного Левела Которая У вас Имеется В прокачках При этом Эта вся тема Будет Стакаться Смотрите Я юзаю У нас Вот так Вот Глобал Сайленс И посмотрите На всех Накладывается Вот эта Курса Первого Уровня При этом Она такая же В принципе Как и Вот тут По раскачкам То есть Если она У вас Первого Левела То соответственно Первого Левела Курса И наложится При этом Она накладывается Так Не накладывается На длительность Вот этого Сайленса А именно Накладывается На то время Сколько идет Первый Спейл А именно На 6 Секунд То есть Соответственно Если у вас Глобал Сайленс На первый Левел То есть 4 секунды Сала Вы даете И Первый Спейл Вы просто пробафаете и 6 секунд оппоненты будут получать минус ману и получать ну, дамаг, да, получается вот такая тема. И при этом эта приколюха еще и стакается, если вы, допустим, вот так вот кинете то есть, видите, уже 2 эффекта и, соответственно last, ой, last word курса плюс курса ц аганима и ультимейта будут вот так вот все учитывать. Так что вот такой вот прикол, ребятки. А если с рефрешем эту тему делать, прикиньте, то есть, допустим 2 сайланса минус итем рее минус итем рев. Смотри, допустим раз, два то есть, перебафали этот сайланс и, в принципе, двойной дамаг кинули с первого спелла. А можно сделать еще и тройной, как вы понимаете, да, то есть боже, 4 даже можно сделать, да, получается раз, раз, раз два. Посмотрите, 4 эффекта. Это жесть и это просто только с первого спелла то есть, допустим, можно сделать и так то есть, это все зависит от того, насколько вы мыслите в доте. Ну и что что у нас тут получается? Еще у меня есть, если честно, вопрос. Так как в первой части видео у меня был вопрос с нанесением вот этого дамага, да, получается, дамага на расстоянии и забирание интеллекта. Будет ли эта тема работать так, как я хочу, чтобы она работала? Давайте проверим. Смотрите, я сейчас буду вот так вот юзать, перебафать первый спелл. Смотрите, сколько она стакал. И посмотрим, есть ли он он умрет? К сожалению, инта, походу, там не забралась, да? Я, если честно, не знаю. Будем это тестить еще и в игре. То есть, вот тут вот в радиусе персонажей, которые стояли, это понятно, они умерли. А те персонажи, которые на глобальном расстоянии, если они умрут, будет ли даваться? Ведь в начале видео я показывал, что на огромное расстояние здесь юнит отходил и от моей способности он умирал. Соответственно, я с него интеллект забирал. А тут почему-то интеллект не забрался. Вот это, если честно, очень интересная тема. И я в игре это еще потещу. И если вы видите эту вставочку, соответственно, я ее не перезаписывал, значит, эта вся тема так и работает. В игре постараемся эту же тему узнать. Потому что в соло лобби это может все очень дико багаться. И это будет вызывать некоторые проблемы. Давайте вот так вот сделаем. Смотрите, опа, пошел дамаг. Посмотрите, как сильно их дамажит. Еще раз давайте. Оп. Можно продлить на 12 секунд сайленс, а можно вот так вот раздамажить, да? То есть, ну... Нет, интеллект не дает, смотрите. На расстоянии интеллект не дает. То есть, не знаю, правильно ли это работает или нет. Но вот такая вот приколюха. Уф. Вроде, в принципе, все вам рассказано, ребятки, по сайленсеру. Вот такой вот у нас сегодня персонаж. Постараюсь еще в лобби... Ну, в лобби уже тут нечего потестить. Попробуем потестить эту тему уже в самой игре. Если это будет работать, это будет очень интересно. Я обычно не собираю аганим сайленсеру, не считаю это нужным. Не знаю, почему. Просто вот, ну, не знаю. Вот хотите, говорите, что хотите, нет. Но аганим очень редко собираю, потому что аганим, в принципе, я считаю на сайленсера. Это минус слот, когда можно сделать какой-нибудь, образно говоря, тот же хекс и с хексом раздамаживает. Так что вот такая вот тема, ребятки. Я обычно сайленсером играю через вторую позицию, чтобы можно было тащить и не париться. Но некоторые, конечно же, играют на сайленсере в четверке. Это очень, кстати, даже, наверное, ну, нормально. Я так считаю, наверное, в четверке на сайленсере это нормально. Он три раза, смотрите, стакнул. ХП как улетает. Еще в комбинации с Девсом бы, да. То есть, допустим, ну, это будет жестко. Так, давайте встанем в АОЕшку, чтобы тут можно было посмотреть. Ага, видите, смотрите. Только минус два интеллекта забрал я вот здесь вот вроде как. И если что, пересмотрю еще на запись. То есть, вот с этих юнитов я не забрал ничего. Хотя, вроде бы, как бы в АОЕшке я стоял. Очень странная механика. Ну, ничего, надеюсь, мы это все дотестим в игре. В общем, ребятки, вот такой вот у нас сегодня интересный гайд получается на сайленсера. Надеюсь, этот гайд вам будет полезен. Вы поймете, как работает у нас в целом сайленсер. И есть очень много, да, конечно, недоговоренностей по поводу этого интеллекта. Я не понимаю, почему-то иногда эта тема работает, иногда не работает. Я надеюсь, это баги соло-лобби. И, конечно же, если те вставочки, которые у нас были с этими разговорами, они остались, то значит все работает. Вот эту тему держите у себя в голове. На этом все, ребятки. Переходим к жесткой практике. Пожелаю всем приятного просмотра. И еще раз выражу огромную благодарность за то, что остаетесь со мной, смотрите мои видосы, конечно же, коммендите, лайкайте их. И в целом помогайте продвигать мой контент. На этом все. Поехали, ребятки, на жесткую практику. Просто приятного просмотра. Садитесь, усаживайтесь. Поехали смотреть на жесткого сайленсера. Сегодня у нас будут катки через двойку, через четверку. И, конечно же, постараемся задушить. Ну и катка с агонимом и рефрешем также у нас будет. Так что поехали. Итак, ребят, загрузилась у нас первая катка. Сейчас мы будем разбирать сайленсера вообще, что он, что он, как он и зачем он. Но прежде чем мы, конечно, будем это все разбирать, я, если честно, хочу забить центральную, потому что первая катка у нас будет на центральной линии. Это значит, сайленсер у нас будет через мид. Сайленсеру можно ходить мид. Да, это очень хороший мидер в целом. И, конечно же, что у нас еще есть? Тот момент, что против кого сайленсер очень хорошо заходит и как законтрить сайленсера. Сайленсер у нас очень сильно контрит с такими героями, как нарубян ассасин. То есть, моноберны лютые, очень жесткие моноберны могут очень сильно его парафинить. Ну, блин, вы сами подумайте, там 5х от интеллекта, а у нас интеллект жестко, конечно же, накапливается. Ну и в целом так больше, в принципе, некого бояться особо. Ну, там уже, по сути дела, по игре вы сами уже будете смотреть. Неприятно будет против Слордара. Слордар может за несколько тычек убивать его. Баратрум может парафинить. Но, в принципе, все как по дефолту. Все по дефолту. А так, в принципе, сайленсер очень хорошо может дать отпор тому или иному персонажу. Первую катку мы сыграем, ребятки, на двойке. На двойке мы будем сейчас, скорее всего... Скорее всего... Я мид иду. Я писал. Писал уже про там. Вот так напишем, пацану, чтобы он не моросил. О, спасибо. О! Спасибо. Я спасибо не могу написать. Хорошо. В общем, вот такой вот смысл у нас. Что у нас там еще не любит сайленсер? Сайленсер что? Так, 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 так. Кто тут у нас подконтривает? Тут не контрят. Тут, в принципе, нет. Но там Огр, да, мультиками может уничтожать. Очень неприятно. Очень неприятно. В принципе, палка пугны не сильно страшна, потому что пугна будет падать с трех тычек. Да, в принципе, сайленсер, он такой персонаж, когда вот через центральную линию играешь, он, на самом деле, очень серьезно, очень серьезно душит. Но сейчас посмотрим, кто будет на Меду. Я вижу уже Баратрум. Баратрум будет на Роуме. И в целом посмотрим, как катка у нас будет обстоять. О, Кунку взяли. Хорошо. Хорошо. Кунку взяли. Это уже хорошо. Ну, взяли, кстати, Бару против этого. Против этого Бару взяли. Против четвертого слота. Тут Фуриончик у нас. Хорошо. Идем на центральную. Будем играть. Мы первую катку через Глейвы. Глейвы и третий. Третий будет давать нам за Медло. Первый. Не знаю, можно качаться, в принципе, даже как-то средне-гибридно. Средне-гибридно. Там, допустим, первый там в несколько раз. Там, второй, третий. Все в совокупности будет приобретать общие какие-то целостные краски. Так что, ребятки, все зависит от того, как вы мыслите, опять-таки. И все зависит от возможности прокачки данных скиллов. То есть, если вы хорошо буститесь, то хорошо можно, в принципе, гибридно подкачаться и дополнительно вносить еще какой-то урон. Ну и все. Все. Вроде ввели в курс дела. Сайленсер очень хорошо контрит таких героев, которым, ну, нихуя не нравится. Не нравится вот Сайленс им, этим персонажам там. Знаете, ну, типа, вот Войда можно, Энигму можно хорошо подконтрить там. Допустим, Войд прыгает, глобалку юзаешь там, раз, и ты чего? Все там. Все умирают. Так что, вот такая тема. Такая тема. Сайленсер очень хороший герой. Мне он очень нравится. И через огоним каточку по-любому мы сыграем уже на экс, там, там, четверка-пятерка будет. Посмотрим, как у нас будет все складываться. В этой катке прям в керри билд такой. Керри билд будем такой выходить хорошенький. Поэтому, поэтому, сейчас пока что чилим. Будут руно забирать у нас союзники, нет? Или да, или нет? Нет, забираем мы руно. Хорошо, повернули. Камеру вардецкий. Есть. Ризрака там душат. Вот, бля. Снайпер шрапной или закидывает там. Пычка! Выживает, молодец. Хорошо. Нормально там. Разогрели, пацаны. Посмотрите, кто на центральной будет. Мне даже интересно, кто на центр. Вентра, наверное, пойдет. О, Кунка. Кунка тут, кстати, стоять не будет. Кунка тут 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 в глайвах будет, бедный. Глайвами просто будем зонить его. Единственное, только торрент под чарж будет. Будет неприятно очень. Ну и ласт хитим, ребятки. Не забываем. Так, разминочную сразу пошло. Сразу разминочную, пацану. Отлично. Пацану сразу разминочную. Пелансер очень агрессивно стоит. Можно даже с первых... С первых минут прям поросить, моросить, поросить. Вперед сюда. Хорошо. Первая катка, раскликаться как раз очень хорошо будет с Кункой. Торрент пошел. Потому что торрент. Кинул торрент, получил. Но сейчас будем ждать Баратрума. 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 Очень приятно ласт хитить на Сайленсере прям. Возьму третий. Сейчас попробуем забрать его. Он, по идее, кинет торрент. Побежит ласт хитить. Я так думаю. Или нет. Будет бить. Не хочет бить. Торрент кинул. Оп. А это же фражочек. У него там этот, кстати. Эх, не достаю. У него сапог там. Странно, что он взял сапог сразу. Очень странно. Но нормально отзонили его. Очень агрессивно, кстати. Он тоже стоит. Но едва-едва не умирает. Ходит по рунам. Пошел у нас, да, пацан? Давайте толкнем линию. Уже крипов очень много. Сейчас толкнем линию. Хорошо. Захилимся. Бары пока что я не вижу. Не будем подставляться. Сейчас, скорее всего, будет... Стайт Брингера пробивон. Можно прям под Т-шкой его зонить. Своей же. Сапог, кстати, он в тему взял. Красавчик. Сапог в тему. И, кстати, не забывайте про стандартный ласт-хит. 53 крипа. Это вам очень многое даст. Очень многое. Поэтому, ребятки, не забываем ласт-хитить. Я тоже стараюсь его напрягать. Потому что его можно по КД убивать. Этого пацана, в принципе. На кунке. И забываю про ласт-хит дефолтный. Там ТДшечка. Но не добью этого крипа. Хорошо. Погнали разминать. Ох, на кресте. А как он делает? Нифига себе. Там пацан профессионально играет. Прям дота у него в крови. Нормально. Дота в крови у него. Они фармят, пацаны. Не будет тут фармить. Мана, правда, просаживается. Надо сейчас прикупить что-то в хп. Потому что Бара сейчас начнет поддушивать. Так, я беру глейвы. Давайте возьмем стик. Стик возьмем. Ману возьмем. Ману возьмем сейчас. Хорошо. Ману возьмем. Леорик там лоу хп выходит еще в лесу. Кстати, можно сходить. Для меня это фри-фраг. Отлично. Сейчас давайте тут подфармим. Или там Бара сильно зашел. Если Бара пойдет через низ. Ох, через низ пошел. Все, надо выезжать, пацан. Надо выезжать. Выезжаем. Там 60 марок. Давай, давай. Это минус интеллект, кстати. Все. Задушено. Хорошо. Давай я возьму. Элис. Хорошо. Тут, кстати, еще через урну будем играть. И я обычно собираю сайленсера фейзы. Да, неудивительно, что я собираю на нем фейзы. Потому что фейзы это такой артефакт, который дает очень сильный буст. Очень сильный буст. О, вот он Леорик. Хорошо. Хорошо, что они нейтралы. Отлично. Хорошо. Хорошо, что они нейтралы. Я там под тэшку, я не пойду так. Мид пока у меня поддушивает. У Леорика, кстати, хорошо. Инту буду забирать. И самое классное. Я могу выжигать Леорик. Ману. Ману могу выжигать. Так, вернем. Куру. Вернем Куру. Хорошо. Вернули Куру. Реакуру. Хорошо. Подамажить его тут нормально на кунке. Ой, куда ты зашел? Так это же фражочек. Ой, какой мисс. Ой, какой мисс. На хил кидает. Но согласитесь, мисс зарешал. Реакуру. Мисс зарешал. О, здравствуй, дорогой. Блин, я-то команду себе накинул. Леорик, ну ты чего? Без маны меня оставил. Ух, этот Леорик. Я без маны остаюсь, да? Не успел отбежать. Не успел. Ух, этот хил накинем на лицо. Ласт хитим пока что. Сколько там? 25 крипов. Очень мало. Я, в принципе, я сколько там еще пробегался, да? Хорошо. Но с фейзами можно попробовать догнать его. Догнать. Я не могу просто догнать его. Барра бежит. Это плохо. Главное, чтобы не торрент. Ой, как все плохо. Как все плохо. Ладно. Это Барра. Вижена не хватает. Не хватает. Не знаю, какого-то микро урона, чтобы забрать его, этого кунку. Он агрессивно стоит, но он ничего не может в миду БС Сайленсера. Ничего не может. Барра помог ему. Сколько? Два раза на лоху ПП парень уходит. Фурион хоть раз бы тп хнулся. Согласитесь. Тоже возможно. Тоже есть такой вариант. Прикиньте, Фурион как лажает тоже. Ладно. Ничего страшного. Ничего страшного. Идем, ласт хитим, фармим. Ничего страшного. Нету маны. Не было маны, кстати. Можно было намного лучше тоже отыгрывать там. Зарешало, что Леорик там тоже манку подсбил. 28 крипов в миду. Но, но, но. Это очень-очень печально, ребятки. 50, все, 50 бонуса есть у нас, ребятки. Это хорошо. 50 бонусного дамага. Имеется. Промах. Нью-Йорик еще раз сейчас промах вылетел. Вот этот баг был сейчас глэйвовый. Когда глэйв не полетел. Да, я не хочу стоять уже на миду. Знаете почему? Потому что сейчас там есть 6 левел. Там есть баратрум. И это просто будет фит по колдауну. Давайте закупимся. О, монета. А че никто не забирал? Забыл. Надо вардик еще купить себе. Вард купим. Очень опасно просто. Придется тогда на подсейв, на свою жопу. На подсейв своей задницей. Надо будет делать... Глоболито. 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 Это плохо. Хотя можно вот так вот сделать, да? Или нет, так не сделать. Нет, я промахиваюсь. Просто у меня мандраж, судорога начинается. Когда вот такие промахи я вижу. Это просто нереально. Я не знаю. Невозможно так доту играть, когда такие промахи. А можно закрыть его, я не знаю. Ну давай, же. А как же в кунке везет? Это жесть я в шоке. Хоть так. Кораблем убила, да ладно? Я не знаю, фура, ползай, играй. Активнее. Я три раза на лоу хп гоняю кунку. Ты стоишь, лиса. Лиса, брат. Одна кнопка и ты уже там. Что за дела, серьезно? Жесть. Ну я сфидел, ладно. Окей. Ладно. Ладничка. Ну не знаю, ребят. Не хватает пока что. И вроде Леорика забрал, да, в лесу. Но мид слитый. Слитый мид по факту. Ничего не могу сделать. Слитый мид. Пока что мид слит, ребятки. К сожалению. Крипов нету, фрагов нету, смертей много. Это слитый мид. А, баратрум, видите, как моросит. У меня, кстати, вот что-то как-то не получается так. В дотку играть, как бары играют, да? Иллюзии внизу. Ну иллюзии нафиг не нужны, по сути. Первое, что я сделаю, это урну. И с урной я буду пытаться подгангивать. И потом нужно еще сделать лотар. Если честно, буста вообще никакого я тут не вижу у себя в игре. Пуста тут и не будет, походу. Никакого жесткого. Это очень плохо. Хорошо. Сбил ему комбинацию. Третий просто накидываешь, он не может постануть. Так, вард я так и не взял, да? Чалька. Вард я так и не взял. Мне вард очень нужен. На миду, если бара побежит, это будет неприятно. Пара это все. Перевернет. Так, торрент кинул, по идее, да? Хорошо. Сейчас урну возьмем уже и пойдем, ребят. Варианта другого я не вижу. 38 крипов в миду. Давно такого я не видел на гайдах. Ну да ладно. Плюс там бара и плюс ганги какие-то беготня. Поэтому бывает. О, хоста. Хорошо. Мы можем сейчас задушить кунку. Вижен есть. Через W накидываем. Тут ты не уйдешь, дорогой. На этот раз бара тебе не поможет. Хорошо, бежим на низ пока есть у нас. Так, у нас есть урна уже, но она на базе. Ага, убегает. Я понял, возможно, вижен какой-то есть, либо баратрум бежит. Поэтому возвращаемся на центральную. Ждем. Сейчас прилетит у нас курьер. Мы заберем артефакт и пойдем. Пойдем. Но перед тем, вернее, как мы пойдем куда-либо, мы сейчас сначала заколотим вот эту контору всю. Вот эту контору всю заколотим сейчас. Оп. Оп, хорошо. Есть. Вентра пришла зачем-то. Оп, хорошо. Есть такое дело. Чуть-чуть покрепимся и пойдем. Ганги. Пойдем в ганг. Если что, есть тпшечка. Есть тпшечка. Сейчас на том пойдем, да? Ге. Только бояться. 180 ма. О, животничек. Хорош. Хорош. Давай его, его, его. Давай, давай, не бойся, не бойся, не бойся. Беги прям. Так, ну я. Корабель. Корабель. Рубель, корабель. Хорошо, кунка, минус. О, кстати. А, лёрика есть мана. А уже нету. Хорошо. Хорошо. ПГГ уничтожает. Шрапнели. Нормально. Снайпер раздамажил. Вот так вот. Снайпер молодец какой у нас. Прикиньте, Шрапнели там и стычки подобивался. Молодец. Хорошо. Задушили. Лерик очень сильно ошибся, когда мне стан отдал на лоу хп. Очень сильно ошибся. Очень сильно ошибся. Так, у нас фурион тупо фермер, я так понимаю. Идем. Пара побежал. Пара куда-то... Куда побежал, Бара? Я не понял, если честно. Видели, там резнулся, кто-то засветил, если побежал. Хорошо. Где там мой артефакт? А, он на том. Собираемся от дефолтного керри. Не знаю, для меня это самый лёгкий билд. Самый... Самый понятный. Самая... Самая ясность в этом персонаже. Это вот этот билд. Хорошо, минус. Главное, интуз собирать. О, сейчас я тут соберу. Надо наперёд бежать. О, я не успел. Ну, это гг. Это гг. Это гг. Пара. Я не удивлён, в принципе. В принципе, не удивлён. Чисто как крипа забрали. Души его. Чё-то отменил. Отменил. Печалька. Бара моросит. Моросит. Алло, хп добивает. 150 хп умрёт, по идее. 143 было хп. 143. Лол. 150 чистого урона. Не нанесло. Ладно. Блин, не знаю. У меня в последнее время такая проблема. Я когда пишу гайды, я сижу и у меня как-то не по себе такой какой-то, ну, знаете. В гайде. Вот такой гайде. На стриме так уверенно сидишь, кайфуешь. А тут как-то сидишь и как-то чувствуешь себя не в своей тарелке, как будто. Напрягает немножко эта тема. Чё, все на мид идут? Все на мид идут. Хорошо. Глойвы есть, можно поесть. Такая у нас тема. Главное, инту мы собираем. У нас 70 интеллекта на 11 уровне. Типа 4-3-5. 3 смерти. Баратруму привет. В два раза я точно от Баратруму умер. Хорошо. Все в миду собираются. Не знаю, может, дислокация поменять, типа не стоять тут. Ну, что тут слишком опасно. Нужно лотар взять. Лотар надо взять. И отыгрывать чуть-чуть. Сейвове. Я успел кнопку нажать. Так вот так вот сделаем. Оп, хорошо. Клобалку дали, забежали. А не дает. Далеко не дает. Дает. Кнопку не дает. Опять не дал. Оп, а это хорошо. Хорошо. Глэйв полетел. Там урна плюсом еще. Умер. Хорошо. Отлично. Второй раз убивать будем. Ого, в загон чисто. И гг. Задушина. В загон и гг. Активная катка получается у нас прям. Очень активная. Ребята ничего, к сожалению, не могут. Пунга там, в принципе, что-то пытается. Но типа там дефолт на корабль закидывается и все. И все. Опасно тут еще стоять на самом деле. Корабли, торренты. Надо уходить. На развороте можно что-то сделать, в принципе. И все, надо уходить. Надо уходить. А, животничь бежит уж. Понял, у тебя СН3 есть, братан. Животничь бежит. Ван ВМ на сайленсера. Кстати, хорошо, что реактивы не активируются. Не активируются реактивы от Глэйвов. Хорошо. Можно, Владер, зайти. Оу, осуждаю. Слишком много суеты. Слишком много суеты. Слишком агрессивно. Слишком много героев на беду. Ля, такая вообще, такая сам... Чисто знаете, она такой... Каламбур какой-то происходит, чисто. Пара проблем. Пару решим. Есть глобалка, сейчас под глобалкой пойдем душить. Лотар зашли, побежали, тычку дали, до свидания. Даже вот сейчас Резрака пойти наказать можно, спокойно. Бэкстеп. Пара, кстати, завардил, да? По-моему, вот здесь вот завардил. Кунка там ломает тоже. Кунка решил переодеваться. Четыре. Делать, да? Задушина, как говорится. Пэкстеп очень сильный получается. Глэйвый чистым уроном. Нэкст можно бэкэбэху просто, смело. И драться, 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 еще раз драться. Линку еще желательно сделать. Потом можно будет в инту что-то поделать. Например, Хекс какой-нибудь. Хекс очень хорошо тут зайдет для соло-фрагинга. Сайленсер очень сильно бьет соло-фраги. Очень сильно бьет. Ага. Ушел, да, Леорик такой, чисто, знаете? Да подозрил какую-то неладную тему. Опасно тут стоять, на самом деле. Ого, поможем. Души его. Но нету кнопок, нету, не захилю ничем. Я ему кинул урну сразу, но типа тут никак. Типа никак. Угол душить. Ой-ой-ой, корабль полетел. Корабль полетел. Но я вот этого вырежу. Хорошо. Ооо, я повис. Сами, сори. Опа. Я повис, стори. Я повис. Прям так неприятненько повис. Интапается, кстати, хорошо. 123 дамага уже. Хорошо. Почему Сайленсеру урну собирают? Типа, знаете, ну, Сайленсеру чем лучше постоянно в драках присутствует, ну, чем больше драк, тем лучше, намного. Просто деретесь постоянно, и все. Деретесь много, выигрываете. Вот и вся история. Хорошо, раскачали еще первый. Есть такое дело. Есть такое дело. Можно даже сейчас Аганим сделать. Типа, знаете, чтобы первый накидывать еще дополнительно. Почему нет? Опа. Это что, тут зверев загонишь, что ли? Давайте пофармим. Пофармим. Баратрум настакал. Хорошо. Тпшка, кстати, почти хорошая была. Спасти у нас снайпера. Рядового снайпера ПГГ-93 там. Старичок какой-то, наверное. 30-летний, играет дотку. В 2022 году. Эх, знаете, так сразу. Гордость берет. За то, что первая дота что-то имеет еще. Каких-то олдов, никук олдов. Не знаю, бара, зря так бычет. Вот это он пацану кидаю. Ой, я промахнулся. Как можно было этой кнопкой промахнуться вообще? Вообще не понимаю, как этой кнопкой можно было промахнуться. Сгорит на работе. Сгорит на работе. Так, но маны немного. У нас 2 800 еще есть. Можно сильверуку взять. Можно дополнительно другую кнопку. Там сантрики. Светителя. Можно погонять их тут. Не страшные они никакие. О, вот это уже пострашнее. Это уже пострашнее. Здравствуйте. До свидания. Ха, курсу нормально. Нормально. Ну, хотя бы на характере я сейчас забрал. Молодцы. Беру дасты, пацаны. Брян, лотар есть, кстати. Не знаю, почему не жал. Вроде что лотар был. Так, у нас есть 3000. Я что-то хотел брать. А, а гоним. Гоним я хотел брать. Гоним хотел брать. Но тут если сделаю БКБ, мне, типа, не будет ничего вообще страшного. Давайте БКБ сделаем. Типа, если дефолтный керри, то... БКБ-ха. И добрый вечер. Но сопротивляются, кстати, оппоненты. Сколько? Четыре раза уже сдох, да? Ну, грязная игра, грязная, грязная игра. Ну, баратрум, да? Баратрум. Плюс ошибки стою просто, как бот, дерусь. Не знаю, у меня сейчас на голова не соображает, ребят. Соображает. Я знаю, что надо делать, но не делаю этого. К сожалению, вот такой вот геймплей сегодня у нас. Что там у Леорика? 300 маны? 338! 26 интеллекта, пацаны. 338 маны у Леорика. А что если захейтить, да? Максимально. Леорика. Еще там пару драк. Минус два интеллекта, минус. Мне кажется, сейчас на снайпера побегут. Прям он так сладко стоит, что я бы сам не удержался и побежал бы. Будучи быть союзником этого персонажа. Так. А кто в лесу есть? А если найду? Там по БМу купили, кстати. Очень хорошо зайду. Резрек, да? Ушел. Уппоненту суберег. Сделаем. Вон. Очень сладко. Я помню. Очень сладко. Это там Кунга. Надо вместе. Либо сейчас фармить надо, либо пойти подраться. Кунгу я забираю. Там соточка у меня уже пьер дамаги. Чисто два глейва, 200 доп. урона. Получается. Что Бара не даст моросить. Так, жестко не даст задушить. Резрек там прикупил. Иульчик. Это радует. Но, кстати, с моего кила. Бара побежал. Ага, хорошо, вижу. Бара побежал. Можно попробовать, если путь прыгнет. Типа, ну, забрать как-то. Но вряд ли да пойдет. Давайте тогда фармить. Просто фармить негде. У нас такая сейчас стадия. Либо лиса колотить. Лиса колотить, либо идти драться. Давайте лес поколотим. Включаем глейвы, тогда быстренько пофармим. БКБ. Сделаю БКБ, можно будет драться смело. Прям смелейшество будет. Смели-чаповые драки будут. Внизу тоже фарм. Ну, опасно, конечно, на топ идти. Рискуем. Если на топ пойду фармить. И сейчас, я думаю, Бара сюда побежит на Джака. Хотя, может, и не побежит. Там иду очень много крипов. Призрак пришел. Опасно сейчас сюда подходить. Это может спровоцировать драку какую-нибудь. Лучше, конечно, на топ. Эх, я лотар всадил, ребята. 17 секунд еще, КД и аппаратом. Чили. На Чили на расслабоне. А, ушел. Все, ушел. Хорошо. Там тэшки просто нету еще. Так, ну душа, душа, тризрак, да? Пармин, тогда. Я ушел на другую линию. Душа, тризрак. Там ребята остались. Я говорил, что это чревато пацаны. Но они меня не слушали. Они же не смотрели этот видос еще. Хорошо. Интересная катка будет. Отлично. Есть БКБ. Хорошо. Нет, он визит. Тэпшки нету, тэпшка не стал брать. У них очень сильно, кстати, командно там или Орик, и Винтры. У меня тэпшка в КД, поэтому можно тут пачечку крепочков забрать. Хорошо. Идем за тэпп. Тэпшки не страшно терять. Тэпшки не страшно. Страшнее всего потерять невинность. Видим, на можно быть первым. Кэччо. Глобалку даю, унижаем. О, Лерика убила. Кстати, да, можно, можно. О, какая глобалка помойная. Вот это я зашкварился тут. Вот это я зашкварился тут. Вот это я тут зашкварился. Вот это я тут глобалку нажал, пацаны. От этого пацана минусов надо. Хорошо. Хорошо. Что-то непонятная драка. Я, если честно, я хотел напасть именно со спины, не жать глобалку. Просто смысла уже не было жать глобалку, когда там уже залетел корабль. Нужно до корабля глобалку жать. Отвратительный глобал сайленс. Отвратительнейший. Но, тем не менее, мы собрали интуз. Сколько у нас уже? 50 интеллекта уже застилено. Леорик там уже опять минус 2. Печалька это все. Так, ну что, 2.400? 2.400 у нас. Хорошая драка. Все равно мы в плюсе, ребят. Несмотря на то, что даже так калечно я отыгрываю сейчас. У нас все равно идет плюс. Понимаете, да? О чем речь? О чем речь-то, понимаете? Вот и я понимаю. Там сентри я чей-то разбил еще. Там, видимо, кто-то хотел сентрик поставить. Там кунка, кстати, еще с этим, с глиммером. Надо нулик продать. Коукупим XB SS. Вот так вот. Тдшечка. Опа, на кого-то побежали. На Джака, наверное. И Дасты сейчас возьмем. Стики в продажу. Дасты берем. И поехал. Стики в продажу. Дасты. Опа. Хорошо. Печалька. Печалька почему? Потому что третьего не было, да? Печалька. Глобалки тоже не было. Жесть там, Кура. Дайте мне мои артефакты, пацаны. И все будет огонь. Вижен буду сейчас поставить какой-нибудь. Нормально, кстати. Разменяли Баратрома, да? Взяли интеллект. Подхилили Снупера. Погнали в магаз. Продадим артефакты, которые нам не нужны. Там еще Манка бегает. Там еще... Что за Сильверейдж, Ресипи. Все вот это надо сейчас посливать. Стики. Нулик в помойку. Хорошо. Это дропнуть и все. Отлично. Let's go. Сейчас мы будем еще опаснее. Теперь можно делать какие-то соло вылазки. Но это может быть опасность за Баратрума. Потому что Баратрум может зачаржить, задушить. Вот тут, кстати, скорее всего сейчас будет Кунка. Я дал ему третий, но еще тут рядом кто-то есть. О, их сейчас будет видно. Баратрин потерял коннекшн. Это печалька. У меня 19-й левел, кстати. Хай левел. А, нет, еще. Резрак хай левел. Нормально. Нормально. У меня уже Сильвер есть. Сильвер уже есть. Я пробегался. Кунка здесь поставил Сентри Опс. Надо сейчас посмотреть нам тоже. А, вот оно что. Ого, кикань, что делает. Четыре на пять, остаемся. ХЗ. Отвратительная игра на Силенсере, ребят. Знаю, лучше. Не получается сейчас отыграть тут. О, я глобалку садил. В ноль вообще. Печалька. Не души. Не души, не души. Поэтому на развороте напихать. Убегать, убегать. Убегать. Есть у меня кнопки. Хорош. Я на развороте могу сыграть еще. Лера, там нету, ман. Да ладно. Призрак с Яулом, это неприятно. Ну, такое себе. Можно было резрака добить. Можно было. Ну, с Next'ом, ребятки, Хекс. Призрака кошмарить. Призрака кошмарить, Хекс надо. Next' прям, Хекс вот сюда и Керасу, возможно. Подгодно. Хорошо. Берите. Пусть пацаны раздевают. Я не буду шмотки брать там. Мне они не нужны. Так, 167. Дамаг. Леорик бедный. Интересно, с какой у него там НТН. Сколько маны. Я хочу очень посмотреть, что у него там. Ситуэйшн. Ой, Джакира сейчас тут задует все. Не успею ничего взять даже. Вот так сделаем. Это там работник года. Скажем, что, кстати, иллюзии очень сильно будут бить, потому что вы же родную стату качаете. Хорошо. Родную стату качаете. Он вечно. Так, нужен нам ТП. ТП, ТП. ТП нужен, ТП. Стики в помойку. Берем мистик. Там эти сайленсеры фармят. Нормально, кстати, соло кэмп заковыряли, пацаны. У нас проблема. Кунка вардит. Нас не вардит, к сожалению. Фармить. Хекс можно выколотить буквально где-то за 2 минуты. Потому что золото есть. Очень не хватает вижена постоянно мне. Я так чувствую. Прям. Ля, кто-то там вкурено засуицидил. Ужас какой. Зачем так делать? Так, пара там, да? Кунка. Пару быстро смогу забрать? Интересно. Хорошо, и уходить надо. Отлично. 2000 есть, да? Так сделаем. Я винт роза фокусить хочу. Ах ты, и ульщик. У него и уланяту. Кстати. Опасно-опасно. Корабли торренты. Леорик, он. Можно нацепить. А есть сэндри опса. Охо поставил. Леорика 300 манит. Сильный бэкстеп. Хорошо. Выйти с курсы. Хорошо, я успел выйти. Но сделали, сделали фраг еще дополнительный. Пойти в боковой магазин отправим. Боковой магазин. Блин, у меня вечно урн не хватает, да? Какая, мне кажется, не зайдем. Если путь шукусит, то вот можно будет. Ладно, давайте с кушаем. Есть войд сноун. Глобалки нету, мне кажется, пэ тут надо сделать. Щит уже. Это конечная, кстати. ПД все, зачем идти? Не знаю, зачем я пошел. Ну, Резрак молодец, хорошо делает. Но сейчас у нас есть хекс, сейчас попробуем перекрывать его. Главное, интуапаем. Будем сильнее. У нас путь, кстати, селенсер. Резрак потеет там. Потеет, пацан. 20 на 4. Молодец. Так, куда ж ты? Вот что, ебаный. Ущий крест под крестом. Вообще страх. Вообще страх под крестом. Вообще страх. Так, 22 левел у меня, 22 у Резрака. Что там Резрак. Ну, кнопки жмет парень по КД. Радует. Снайперу, интересно, что-нибудь дали. Вообще, Мидас тут есть. Мидас. Я Мидас не буду брать ничего такого. И возьмем вот эту штуку. Так вот. Так, сделаем. Пофармим Фурионом немножко. На команду, так сказать. На команду. Шансы, мне кажется, у них мизерные, но есть. Без глобалки. Спокойно выиграть доту. Если я буду очень сильно подставляться, ошибаться, там, кресты, торренты, до свидания. А сейчас есть Хекс. С Хексом можно будет поддушить. С Хексом можно будет поддушить. Пара в пармит. Дасты, блин, очень хочется взять. Ларенка на меду. Хорошо. Призрак с Шивой. Очень мало скорости атаки будет у меня. Это очень плохо. Очень плохо. Он умрет, поедихонько, да? Я глобалку нажал. Вот это плохо, пацаны. Душат меня. Душат. Что там у Лерика? Хорошо, Ризрака нашел. Ой, как хорош-то. Тайминг. Опа, отлично, готов. Протаймили чуть-чуть. Призрака припустили. Давайте завардимся. Не знаю, а вардов нету. Заварды все выкупают. Так, надо снайперу еще жопу подлечить. Вообще хп нету. Побайтим. Снайпером. Снайпером. Кто там остался? Пятый. Лерик. Очень клево. Снайпером. Террика остался. Хорошо. Ну, минус-мид делаем. Глобалка вещь. Ни одной глобалки я нормально не нажал. С руки просто бью и все. С руки бью и все. Хорошо. Ну, расстреляли, походу, центральную линию. Со снайперами. Кстати, тут все сделали там хорошую комбинацию. Три и полу-ультра там. Кроме меня. Вот просто кроме меня. Все кроме меня. Так, ну я не знаю, что нам нужно сделать теперь. Попробуем кирасу давайте. Почему нет? Все сделали по какой-то комбинации, кроме меня. Ну, значит, так надо. Что я тут, что ли, тащу, что ли? Нет. Просто играем и все. Хорошо. У Рудги много там. Джакира тоже аганим сделал еще. Шард хотелось бы взять, кстати. Шард точно зашел бы. Сколько там у Лерика? 312 маны, 24 интеллекта. Братан, у тебя на стан и нарез не хватит. Честь, парнишка. Там ребята зря эту драку затеяли, на самом деле, мне кажется. Кораблище. Один на пять выйти, что ли? Один на пять. Ну, мне кажется, тут вижен будет. Души его. Хорош. О, я из комбата не выйду, да? Можно бить. Хорош. В пункте. Хорошо, закайтили. Души. Ой-ой-ой-ой-ой, да шо ж такое-то. Ой, ультра. Ну, нету кнопок больше. Почти наставочка. Почти. Нету больше кнопок. Ридерак, байбекнулся, прилетел. Типа для него это было унизительно. Да, типа умереть там. Он прилетел. Нормально. Только говорил про комбо какие-то. Но такое не пойдет все равно. Такое все равно не пойдет. Почти на вставочку. Можно было ремпэйдж спокойно сделать. Этот сентрик-то заруинил еще, кстати. Беготня вот эта по кругу. Не знаю, я по-моему не пробил все равно, наверное, если бы бил даже. О, почти есть Кираса. А, жесть. Жестко-жестко получается. Вот опять-таки они пошли, если бы не подрались, было бы хорошо. Кстати, из топ-фидера я превращаюсь где-то в середину фида, да. Смотрите, 6 смертей. 10, 14, 11, 6. И пойдет. Пойдет. В принципе, пойдет. У меня смертей столько же, сколько и у Ридерака, у которого есть мобильность. Так что вот так вот, ребят. Выводы делаем сами. Хорошо, есть Кираса. Не лучшая игра, конечно, ребят. Но в целом тут так можно понимать, что можно делать на Сайлосере. В целом тут можно понять, я думаю. Тут несложно. Наша задача сейчас-то доковырять артефакт. Который мы уже доковыряли, к слову. И остается у нас еще ластовый, по-моему, там вместо урны какой-то артефакт. Ля, тут суета. Про снайпер просто постоял, по крипу побил. И все. Инвиз. Тоже инвиз. Тревел надо сделать еще. Тревел, муншард. Еще что-то на дополнительное... На дополнительное. Не знаю, что тут нужно. Линку я бы с радостью сделал бы. Реген какой-нибудь дополнительный нужен. Типа линку. Я не знаю. Вот это стандартный билд для меня лично. Я всегда таким билдом играю. Нет, для меня так по кайфу. Че там у Леорика? 338 маны, 24 интеллекта. Че, у нас интеллект 167 и 80 украденного. Нормально. Бедный Леорик. Просто даже если вы спросите у Леорика, ты тупой, то это даже не оскорбление. Это просто факт. Что у парня нет интеллекта там. У него нету просто маны. 2800 маны просто, как я и говорил. На теории. Это еще не самый лейтгейм, я вам скажу. По 200 бонусного у нас уже, ребята. 200 бонусного. Мега Глейвс. Называются это темы. Мега Глейвс. Годраку. Может один раз хотя бы я правильно нажму глобалку там? По кайфу. Один разочек хотя бы. Смотрите, багнулся. Быстро бежит. Тык-тык-тык-тык-тык. Перебирает. Хоть один разочек правильно глобалочку нажать надо. После корабля не варик нажимать. Хорошо. Смотри и учись. Watch and learn. Так, ну что. Опасная ситуация у нас тут. Черочка есть. Можно вот так сделать. Улетел уже. Торрент меня попал. Третий сразу надо кидаешь, чтобы вижен был. Так бы забрали. Можно так сделать. Интересно, тут есть на НПХГ? Его нету. Низ, мне кажется, смело зайдем. Но единственное, тут будет проблема, если тут вард стоит. Вард стоит. Будет очень проблематично и неприятно. Рудги. Ой, хорош. Я хикса дам там еще. Оп. До свидания. Хорошо. Пойду зайду. Рудги подхукал нормально. Оп. Готов. Клобалочку заказывали. Дайте сюда. Я заберу. Ты че? Ох, что-то Рудги. Сколько там интеллекта? 24 интеллекта у пацана. ДГ. Ой, 22 интеллекта у Леорика. Просто задушен. Не знаю. Ну, глобалку в стадии помощи сейчас хорошо нажал, потому что не было никаких кнопок от Кунки вроде. Просто зашли, уничтожили. Сайлосы держим. Игг. Первая катка, если честно, такая себе. Ожидал я большего. Потненькую прям. Хотелось бы в таком билде. И такой билд я люблю. Обожаю. 6. Потому что это Резрак. То есть, да, у Резрака там немного плохо все. 0,12. Ну, там саппорт 0,12. Типа на саппортов обычно даже и не смотришь. Что там 0,12, 0,38, в том подобное. GG. GG. Хорошо. Можно шард докупить. Трон падает у пацанов. Трон падает. В принципе, для первой катки, ну, нормально, но все равно. Можно было намного интереснее, намного прикольнее отыграть. Прям по кайфу, чтобы можно было задушить. Сейчас пойдем попробуем на вставочку что-то. Хорошо, если ребята там поумирают. О, там на снайпера. На бег. Вон-ка там. Опачки нажал. Хорошо. Лерика, можно мне сюда? Всех по одному. Пожалуйста. Оба. 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 Как вам такой, Илон Маск? Трон падает. Да я даже хекс не юзал еще. На ризерка не стал там АП иметь уже. Нормально. GG. GG. Хорошо. Там уже, наверное, на ТП ушел. Трон пацанов падает. Ну, первая катка такая, ребята, у нас получается на Сайленсере. Не знаю, может кому-то эта катка и понравится, но в целом игра где-то на 3 с плюсом, потому что можно намного лучше отыгрывать на Сайленсере, намного лучше нажимать глобалки и прочие все кнопки. Первая катка у нас через центральную, через, по сути, ну, как керри билд. Но я этот билд постоянно юзаю, потому что, ну, я не знаю, через Глэйвы для меня это самая актуальная тема. И что мы получаем на 45-й минуте? 96 украденного интеллекта и 200 урона с руки просто так. Это Сайленсер. Вот такой вот герой. Что ж, теперь мы пойдем четверкой, ребят. Первая игра у нас получилась немного несыгранная. Ну, как несыгранная, несобранная. Скорее, в голове несобранная немножко. И Next'ом сейчас пойдем в четверку, соберем Аганим, посмотрим вообще, как у нас будет, какой успех будет у нас с Аганимом. Потому что в керри билде очень прикольно. Просто нажимаешь БКБ и бьешь с руки. Все, погнали Next'овую. Итак, ребята, загрузилась у нас Next'овая игра. Что ж, четвертая позиция. Ох, как я дорог вам с этой четвертой позиции. Невозможно отписать нормальную катку, ребятки, на четверку, чтобы было интересно. Не знаю, не могут ребята на корах играть. К сожалению, очень тяжело играть. Серьезно, на четверке. И когда, тем более, на таких ПТСах 4-5К тяжело. Но, тем не менее, я попытаюсь это сделать. Смотрите, в общем, что нам нужно сделать в этой катке. Четверка, сайлансер. Четверка, сайлансер, это будет у нас сайлансер через ПТХ, через Урну, через Атос, через Аганим. И постараемся сделать рефрешера. Там, возможно, либо Актарин, либо Хекс. Посмотрим, что будем делать. Как будет по ситуации. Будет ли нам хватать контроля всей другой темы. И что мы сейчас будем делать? Мы будем, во-первых, раскачивать первый. Раскачивать первый, раскачивать третий. Второй в единичку, чтобы можно было отзонить просто оппонентов. И все. И, конечно же, сделаем Урну. Урну, Урну, Урну. И попробуем всю эту тему душить. То есть, ну, я надеюсь, катка получится интересной. И будет на что тут посмотреть. Кстати, проверил я все-таки в игре. В игре дается интеллект. За то, что если вы добиваете с аганимом, с аганимом добиваетесь ли какого-то оппонента где-то на карте, то вам дается интеллект. Это изи. Изи. Это работает. Соло лобби это почему-то не работает. А в этой, кстати, в этом лобби работает. То есть, как в игре. В игре работает. Не знаю почему. Так оно. Но не суть. В общем, сейчас постараемся сделать все как надо. Сильно саппортить не будем. Потому что сало на пятерку, он не подходит. Лучше, конечно же, в четвертой позиции. Именно в четвертой позиции на семи саппи. Само то, что нужно. И, конечно же, попробуем сейчас задушить. Надеюсь, катка будет лютая и интересная. Так что погнали. Сайленсер. Сайленсер у нас в студии. И будем душить. Классно, кстати, с аганимом, с рефрешем. Прям два дамага раскидывать. Очень по кайфу. По кайфу. Так, ребята, ребята, берите, берите, берите. Берите, парни. Золото. Входит. Золото уходит, ребят. Сейчас рандомница кто-то. Сумно-сорок. Опа, рандом. Автопик. Да, печалька. Печалька. Ну, тинкер на мид тоже хорошо. Но у нас лишь рак, видите, там пуч. О-о-о, пуч. Главное нам сделать урну, ребятки. С урной вообще кайф на салансере. Салансер уже надо постоянно драться. Соответственно, вы берете урну и деретесь постоянно. Вот и все. Залог успеха. Там пик очень агрессивный, посмотрите. Урса. Спектра. Ну, попробуем, попробуем задушить. Попробуем. Сейчас посмотрим, кто куда пойдет. Раков не толпфю. Сам, наверное, рак. Раков не толпфю. Лина. Ну, он взял Лину, да. Не рандом. Берем куру, сразу вешаем ее вот здесь, чтобы ребята видели, чтобы не взяли еще одну. Берем вот такой вот затар. ЦВ, качаем W. Хорошо. И погнали. Погнали, ребятки. Все, кура есть, все. Есть вата, лютая вата. Посмотрите, все ватная. Тинкер, интересно, хороший у нас или нет. Лишерак на низ. Я лишераку запортить буду. Или будем всеми, всеми фармить. Рамить. Рамить. Свап. О, все понятно. Все понятно с этим тинкером. Парень на рандоме. Да, без керри тяжело. Жаль. Жаль, что керри не берете. Я... Я хоза. Вообще. Неужели так сложно взять керри, ребятки? Серьезно. Играл прошлую катку. Очень слабый. Керри у меня был. Мартретка. Возилка включена. Пушит постоянно линию. Умирает. ПКД идет. Ох, какая же тяжелая катка была. Просто 50 минут пота. Рилли. Но все равно проиграли. Просто тупо из-за мартретки. Вообще парень не понимает, что она сделала. Дай снайпу вниз. Лишь иди топ. Иди топ лишь рак. Было очень тяжело. Но как хорошо, что вы эту катку не увидите. Потому что это тупо лютые нервы. Я не хочу топ, парень говорит. Ну, забирает парень руну тут. Пусть забирает. Он все-таки керри. Керри мы должны сейчас тут уступать. Так, пугна. У пугны руну забрали. Я так, смотри, пугна. Эй. Встал. Товарищ есть. Ладно, забейте. Забейте. Великий уволк. Сейчас постараемся от зони. Сразу посмотрим, кто у нас на линии будет. Пугна там с пару тычек будет падать. Пугна там с пару тычек будет падать. Так, урса. Ну, урсу за зоним. Нормально. Урсу за зоним. Все, пошло дело. Урсу за зоним. Рудги. Рудги тоже за зоним. Дайте, я только стакну. Сапожок надо будет тут перстом сделать. Сейчас подстакаю. О, Крабелус. Крабелус. Гост, вернее. Она гост называется. Нет, не Крабелус, ты гост. Так, ну что, погнали. И главное, не подставиться под замедло. Зоним просто и все. Ого, хук. А что, убивать собираетесь? Не убьете. Сейчас бы на пудже хук на первом левле качать. Но, кстати, на втором это чревато моей смерти. Сразу тут, причем. Сало очень ватный на четвертой позиции. Это нужно понимать, ребят. Очень ватный. Очень ватный. Сало вата очень лютая. А нет, не ушел. Третий возьмем на втором. Третий на втором. Сейчас линия будет уходить, я отведу тогда. Отведу. И что хочешь. Парень. Хорошо. Все, next пачку отводим. Рудгина, руну пошел. Не забывайте на четверке чекать руны, но я без сапога не пойду. Сейчас хук, то гг. Тут же я не потяну. Так, гол отводить. Так вот уходит. Стакаем. Линия очень сильно ушла. Но сейчас, скорее всего, снайпер может умереть. Поэтому. Б. Оп. Забрали. Плюс левел. Оп. Хорошо. Ля как фарминг. Твоя магия принадлежит мне. Опа, хорошо. Вообще кайф на нос. Всю пачку крипов сюда в сандали. Первый берем. Первый берем. Как раз на сапог. Как раз на сапог. По кайфу. По кайфу отвел. Вообще по кайфу. Сапог тупо. На шкелян. Ух, там Рудге пошел. Куда? Станом убьет. Хорош, хорош. ФБшка. Так, что тут у нас урса? Третий уровень сапог, да? Я вынужден был на базе купить сапог. Очень печально, конечно, это все. Боттл хорошо, что реюзный парень. Отлично. Понимает, значит, что мидеру важнее. Правильно, я не против. Я не против. Я не против. Че, на руну пойдем? Сходим. Четвертый левел очень хорошо. Кстати, у снайпера хороший левел. Будет. И у меня. У меня четвертый, у снайпера... У снайпера тоже четвертый. Отлично. Вот этот дабл кэмп, который я сделал, он очень много я дал. Очень много. Так, варды бы надо, да? Надо бы сейчас поставить. Ой, иллюзии. О, можно с иллюзиями, кстати, подработать этого. Скелетика. Скелетика? Опа. Хорошо, наперегонки, наперегонки. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Рожь. Минус лентиля готова. Скелетика подработали. У, спека. Ну, почему нет? Ну, щит. Это плохо. На характере парень делает, да? Дальше бы пошел, сдушил бы. 12. Вдруг там пунги. Ссор. Надо вижен, так не варик по-другому. Ой. Вот такое. Такое. Так, Лена уходит, да? Надо варды купить. Сейчас пятый левел. Бугнаш шел. Забирать. Если ты не вкурил, брат. Рутги идет, да? Отхожу. Давайте стики возьмем. Стики есть. Урну. Урну надо. И давайте вардик купим. Вардик 2. Надо мидеру поставить. Хорошо, стики есть. Пэшка. Имеем. Все, погнали. Сейчас пойдем пытаться рутги убивать. Внизу снайпер стоит, в принципе, урса. О, там. Как там подкармить? Можно пойти. Давайте так расходнички возьмем. Лина пошла еще что-то душить. Задушит, пацаны. О, успеха там. О, отлетело сразу. Снайпер из хилл. Вроде есть. Лина пришла забирать фарм. Люда. Злая, злая, злая. Лицес, парни не видят, наверное. Так, руну. Руну, руну завардить. И пугну гонгануть можно будет. Хорошо. Рунка. Рунка имеется. Лина, давай в темпе. И мидера надо гонгануть. Давайте поставим за тавербарку. Сюда. Глипчик. Хорошо. Го его. Ушел, да, с Вижена? Хорош. А это смерть. Разум. Эх, сейчас бы урну, да? Урну сейчас бы. На топе суета, там рунки душат. Че там, 1-5? Тащим, да? Хорошо. Тащим пока что. Роумим, роумим, зоним. У-у-у, Зевс. Сладенький. Хорошо. Ге-ге. Задушили. Пол урны есть. Тут, кстати, урну можно будет нафармить. Ну, можно будет нафармить тут. Там, 250 всего-то. 250 всего-то есть. Кнопочка. Он по мне ману кто-то дал, да? Снайпера душат там. Снайпера. Эх. Так, урона мало. Приходится. Еще все ласт хитят, да? Знать, такая. Поднапрягаться. Есть все равно. Так. Че там урна есть, да? Все, погнали. Урна Атос. Тпшечка в Арктике. Лина очень агрессивно играет у нас. Передушиваем. 0-2, 0-2, 1-0. 0-1. Вот это пацаны там дают. Тпшечка. Все, есть. Ну, вот тут такое. А так вот. Это вам не шутки. Кардебалеты всякие. Вот так сделаем. Здесь есть, там, молодец, забрал. Могу помогать. Урна есть. Птэхо next. Зевса смогу, кстати, забрать соло поедино. 700 хп. Глайвы плюс первый, раскачанный. Ну, по идее, должен. Урсу, конечно, слаще. Забирай. Ля, там света. В глобалку, походу, придется сажать, да? В глобалку сажу. Хорошо. Там урса еще в спине. Оп. Эх, не кинул, прикиньте. Но должен умереть. Там еще урна висит. Еще урна висит. Крипов танч, что это такое? Кротепа. Жесть, там, два фрага просто стоят. Но не можем мы в недосягаемости. Первый недораскачанный, тяжело все-таки. Не задамажило. Задамажило. Лоу хповые, честно, пацаны. Поехали. Задушивать. Распека сейчас умрет, пойдет снайпер. А нет. Ребята газуют. Жалко, я ничего не поимею с этого. А, что ты встал, я-мой. 8 интенсива. Пугана медов. Рунка. Я рунку заберу, лучше. Гоу туда. Хорош. Умрет, интересно? Ластик. Хорошо, я там сам себя иллюзиями стоплю. Нормально. Как обычно, в принципе. Я красавчик. Хорошо, ну мидера убил. Подфармливаем. Че, есть ПТХ, да? Нужно АТОС 18-й сделать хотя бы. Хотя бы. АТОС хотя бы к 18-й. Мирно стоим. Мирно стоим. Пуган. Пугана на топе сейчас будут убивать или нет? Покажется, что им чилим. Мидера забрали, нормально все. Мидер на овощей в облаках летает. Мидер. Мидер. Отлично. Че, ПТХ, есть, да, говорят? Да, ПТХ, есть. Сейчас мидера вообще можно будет забирать на изи. Че, кнопки есть. Надо вард поставить, пойти на оглы. Наглый вард именно поставить. И внизу чарун нету, да? Сейчас будет будущее свой. Сапог есть, все есть. Отлично. Че, на топ, наверное, пойдем, да? На топ, наверное, пойдем. Бро, руна на топе за вардем. И лесочек подвардить будет очень хорошо. Ребят, сейчас на топе по летам там рудги будет подхукивать улова. Хороший. Я на чек пойду. Чек пойду. Зевс. Интересно, успею я на интеллект. Пони успеваем, да? Рудги, даггер. Даггер. Лучше даггер, брат. Брат, души его. Рул. Глобалку нужно было отдавать там. На подфарм. Как говорится. Не стесняйтесь, глобалку на подфарм давать. Лина, что потеряла контроль. Хорошо. Спектру внизу задушили. На балку хотел поставить. Хорошо. Нормально там задамажил. Ой, герой. Хорошо, плюс интеллект. Есть еще. Есть еще хп, ребята, все побежали. Утса забрал. Есть такое дело. Хорошо. Нормально. Плюс интеллект. Забрали. Забрали. Сделали первый плюс урна. Прям ух, как хорошо задамажили. Все, никак не могу варкать поставить. И про Рашана я совсем забыл. Но я как бы не один в доте, да, ребят? Тут как бы, ну, тяжело все сразу припоминать. То сделать. У нас тут еще лишь рак. Если шаг тоже может подварживать. Не хочет, наверное. Вот так сделаем. Побыстрее, такси, зарегенится. Хорошо. Уса Еги забрал, то плохо. Ого. Ну, на руну уже вард, наверное, нет смысла ставить. Но все равно поставлю. Пусть будет какой-то вижен на подход. Такси, снайпер фармится об этом. Хотя бы, чтобы подход видеть. Так что, вовсе, да? Атосик надо. Бо вместе. Драку. Атосик есть почти. Да, 700. 1700, еще до Атоса. Солез фармит. Рядом со снайпером стоим, ждем. Снайпер фармит. И мы стоим, курим. Рядом. Почти есть глоба. С глобой можно будет со снайпером поработать. Тут лучше, наверное, прыгнет. Знаете, пудьян прыгнет. А мы такие, хоба! Глобалку и до свидания. Вот, третий. Вряд ли заберем. Снайпер, если бы дал ультимайт, мне кажется, забрали бы. Забрали бы. Пудьян. Пудьян. Ломаем? Хорошо. Хорошо, можно дальше идти. Зес варду ломает. Посмотрите, браконьер. Кто-то тп охнулся. Ой-ой-ой-ой-ой. Пупалку даю. Покажу. Можно на развороте пуджа подработать. Хорошо. А, урса чё? Так, от урсы. Меня спасите от урсы. Пацаны, спасибо. Так, третий раз моксили. Упа, ну я дал ему третий. Ну, типа... Питукс. Питукс. Кстати, да. А можно, брат, такую, чтобы дать тебе? Все, понавешивай там на урсу. И мой Глэйп. Хорошо. А мне пофиг, брат. Мне пофиг, брат. Хороший, хороший окно. Ой-ой-ой, Зус идет. Зус. Есть интеллект. Успеваю. Ау, что он пуш делает, что он делает? Вы посмотрите просто, что ты делаешь, пуш. Ой, ну вард сняли. Ну, пофиг на этот вард. Вы видели, что пуш делает? Это что такое вообще? Как это вообще возможно? Я вообще, я только что увидел своего сына, не родившись, а свою дочь. И увидел всю жизнь перед глазами. Не родившись еще, вот так правильно сказать. Не хочется наклипить на себя какую-нибудь каку. Жесть. Что там Тинкер Трэвел взял? Ля люто, да? Ля люто. Очень жестко получилось. Так, ну а тосик есть. 16-е, да, кстати. Годно. Жалко, вард потеряли. Но не суть, пофиг на этот вард. Главное, мы пришли. И стрикни отдали. Экуру. Так, ну нужно не дефолт вардить, да да да, зевс снимается. Не дефолт вардить. Что там с курьером пацан? Видит? Хорошо. Есть атос. Можно цеплять. Зевс все варды поснимал. Неужели? Либо там софтер какой-то на зевс. Ангел Блазк. Коду втчить. Есть кнопки. Очень агрессивно надо играть. Мы же на сайлансере играем. Просто сейчас через атос вообще кайф будет. Типа, вы сейчас прочувствуете. Просто за медло третьей поехала. За медло третьей поехал. Ну не соло, конечно. О, Рудги. Не, туда, гитбэк. Все, понял. Понял, пацаны. Ну. И стой. А чё ж никто не помогает? Я ж вроде подцепил. Так, ну к сведению. Я так вроде поймал там кого-то. Твоя магия принадлежит мне. Ну придется регенеться. О, Рудги. О, нифига себе ты какой-то лютый. Отстань от меня на Урсе. Ой, хорош. О, жесть как душит. Жесть как душит. Ну хотя бы им тупо собирали. Нет, снайпер просто разрушил всех тут. Снайперу дадим хп немного, да? Ужас. Ну next'ом аганим. Аганим. Орудги ушел, кстати, да? Орудги. Прикольно сейчас я тут стоит, зафармливается, да, закупается. Я только пикнул кнопочку. Жесть, глобалка люто помогает. Не знаю, что без глобалки делали-то, да? А это еще без спектры. Спектра еще не приходило. Хорошо. Лагуну дал просто. Сразу дал бы лагуну. В лагуну. Гол закупимся. Но надо огоним. Что-то по-любому надо эту страту поюзать. Типа, тэшка, аганимка, тэшка. Жесть. В четверке нормально пока что душицу. Ой-ой-ой, я очень сильно подставлен здесь. Ребята, сэйвите. Пытаюсь жить, знаешь, так хочется жить. Пытая на силу. Ну а то сдаю, но не выживают. Что-то я очень близко подошел, да? Прям я подставился очень сильно. Жесть. Ну заберут тут, наверное, еще. Зевса заберут, скорее всего. Ой-ой-ой-ой-ой, урса. Урса прям на характере дает люлей. Но сфидели, ребят, сфидели, к сожалению. Ля, ни одного варда на карте нету. Жесть. Леш, брат. Может, поможешь. По фартам. Чутка. Я тоже хотел один купить. Спека фармит, выбежка есть. Ну дали нам Чапалаху, кстати. Так, есть две тэпы. Я готов. Лейвы сейчас раскачаем еще. Давай. Рутги можем убить, кстати, еще. По ходу дела. Вместе. Вместе мы сила. Интересно, варды есть там у них? Видели, кстати, этот фугна сразу отошел? Ну ладно, ганг превратился в ганг. Тогда сделаем. Окей. Тут опс. Опс, очень опасно. Глобалки нету. Next hook не простительно будет. Ганг превратили в ганг. Получается так. Рутги стоит. А, там щи вурсы стоит. Ля, крыса. Опасно, я щи встаю так. Пусть шукает, до свидания. Лишь рачок, красава. Варды закупил. Вот туда. За ним. Или не хотите. И learn. Very clever. Там, понятно, никого. Watch and learn. Наверное, сейчас тут будем драться. В лобалке нету. Парды нету, глянь. Парды нету, пацаны. А как, че за хуки? ЗМХ. ЗМХ, вырубай. Уж че, с софтом, что ли? Кривой софтер? Осуждаю. Максимально. Зевс пошел тоже. Смотрите, сразу идет сбивать. Сразу идет сбивать. Ах, ты, Криса. Блин, а там соло воюет. Братец, прости нас. Мы все прогуляли. Ой-ой-ой, какой хук. И прямой еще, оля. Я вообще вздоху просто. Прямой хука, я стою на месте. Но потерял бдительность. И опять без меня вся драка. Да что ж ты будешь делать? Сто ж ты будешь делать драка без меня. Печаль. Прямой хук поймал, подох. Просто я. Просто тупо прямой хук. Вот так вот. И все. Печалька. Я даже не обходил. Не знаю. Там стоял крип. И тут стоял крип. И я вот тут по серии, я даже не отходил. Печалька. Так, нам Рошан. Роша будет сейчас. Роша будет. Ну, я сейчас на ниспыду. Не знаю, нам нужно идти драться. Я даже тик не успел нажать. 6. Тик даже не успел нажать. Опа. Пугна. Иллюзия. Но палка стоит. Палка стоит. Иллюзия. Это там Урса фармит, наверное, уже. Опа стоит. Ой, на характере мы просто как мужчины. Гороши, я думал, он там лолхоповый. Как мужчины зашли и забрали всю контору. Руги сейчас сфукать будет, да? Это ГГ, брат. Это кто-то подох. Рош. Нормально. Задушили Роша, ребятки. К слову. Рош все-таки задушили. Надо вниз было идти. А что ты так нагло сыграл на Зевсе сейчас? Я не понял. Или ты думаешь, тебя Юл спасет? Тебя Юл не спасет, брат. Жесть. А вот фидер на Зевсе, да? Побьем чуть-чуть. О, Глэй вы раскачали. Глэй вы раскачали. Опа. Не так я кинул кнопку, кстати. Ееее. Печалька. Это плохо, кстати. Так вот делаем. Отходим. Отходим. Тут надо драться. Хорошо. И пугна там лоха повышал. Ух ты, Криса. Хорош. Почти. 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 Есть у меня аганим. Жесть. Лютые драки какие-то. Сейчас с аганимом вообще самая пушка начнется. Первый ульт, первый ульт. И рефреш постараемся сделать еще. То есть. Файты прям интересные. Амурса прыгает, никто не живет. Ну не, пофиг, я четверка. Ладно. Жесткая катка прям. Ну не знаю, мне нравится. Интересно получается. Хоть мы их и давим, но они так жестко обороняются. Страшно. Страшно, пацаны, обороняются. Там урлунги, вот, узлой. Главное не сфидеть опять в руках. Я очень опасно сейчас иду. Не сфидеть главное. Ну вот, за Т-пой сходим. Пашку взять. Аганим почти есть. Ой, почти есть. Ультимейт, ульт почти. Хорошо. Сейчас поможем. Немного лишь раку. С вардами. Ой-ой-ой, там урлунги забайтился, да? Получается. Он еще и попал. Ну, туда вообще попал, да? Вот этого. Теперь вот этого. Бро. Стой. Хорош. Подхилим сразу. Минус инта, минус инта. Только и видно, что минус инта. 44 интеллекта, ребят. Немного, но. Но свое, родное. Хорошо. Пульта же есть. Сейчас соль там будем тошнить, просто мошнить. Ооо. Что там на топе? Сус. У Девса много, хп слишком. Было бы совсем мало, я бультану. За правду. Так там много. Если прям лоу-лоу хп было, я бы ультанул. Опять-таки он может зачистить, джиж. И улом, если там ю есть. Подфармливаем, уходим. Рефреш делаю. Сейчас с рефрешем будем делать эти вещи. Несколько первых. Чисто курсы. Вот так сделаем. Станем. Нажми кнопку, брат. Эх, жалко интеллекта, я не получу за такое. Интеллекта не получу за такое. Да, Тим Тер мог забрать там, кстати. Жесть. Жалко. Только если сам добьешь, вообще-то да кайф. Можно так, знаете, чисто дал, подфармил, плюс забрал инту. Это круто, это реально круто. То есть, ты забираешь интеллект на халяву. Колотим лес пока. Вместе соберем сейчас. О, курс там кайтит. Урсалатар даггер, это круто. Урсалатар даггер. Умер скорее всего, да? Ой, сейчас походу сдохнут там. Пацаны. Но лишь рак. Хорошо. Лина дерется. Рудги прям опасно. Сколько у него маны, кстати, у Рудги? Там 16 интеллекта у Рудги. Пацаны, 16 интеллекта. Лина, палка убился. Боже, ребят, я всегда вот желаю вам такого настроения. Я уже, если честно, в такой вагонии сижу. Потому что это, наверное, уже 8-я, 9-я катка. Ай, жизнь. Ну, это забавно. Забавно. Так, подождем чуть-чуть. Очень хочется рефрешер. Типа с рефрешером делать вещи прям по кайфу. Один. Рез. Пошло дело. Хорошо. Ну, по-отлично. 113 интеллекты, в принципе, ну, нормально, я считаю. Типа, для четверки. Но четверка просто она драться должна еще. Видите, я тут подфармливаю, стою просто. Спекуна там Радик пытается сделать. С такими хп, конечно, опасно мне идти. Но, в любом случае, если я кого-то с командой убью, я регенится буду. У меня есть урна. Так что можно подпотеть немножко. Просто. Только парень, наусть, это проблема, я считаю. Если ульта нет заявств, типа у меня останется очень мало хп. Хп 500, все. Берри клевер. Смотри, учись. Лишь храк вообще фулл сап на себя взял. Хекс готов, говорит. Но с такими хп не очень по кайфу, мне будет драться. Но в стороночке, если отстояться, нормально. Кнопки покидайте, вы пособирайте. Смотри, что делает. Браконьер. Браконьер. Безусловно, браконьер. Давай, брат, газуйная ленина. Надо по-любому забрать его. Палку успел поставить. Браконьер. Так, ну захилимся. В принципе. Кого забрали? Ага. Оу, щит. Ууу, это ггг. Надо уходить. Глобалку дали, но отсосали. Хорошо. Глобалку дали, все равно отсосали. Надо под двумя глобалами, парни. Они там жесть, по чуть-чуть одеваются. Под двумя глобалками, 46 нты. Ну там просто меня сразу отзвонили, хп нет. Я делаю рефреш, типа. Курса опасный, кстати. Если он меня цепляет, это ггг. У меня надо третий кинг. Делай, делай, брат. И надо пушить. Все-все варды снимает. Вот, ну реально все. Он, походу, софтер какой-то, потому что, ну, не варик так снимает. Рили. Не варик так снимает. Прям как будто знает, куда тыкнуть постоянно. Рульги пошел на руну, да, в лоу-граунд спустятся, я постараюсь, братья. Оп, хорош. Эй, Криса. А, дастов нету, да? А хикса тоже не было. Просто... Рош есть. Я даже не понимаю, не мне фармить, типа. Ну, я как четверка, но я все равно хочу что-то выфармить. А мне негде фармить просто. В драках? В драках не фармится. Осталось-то копейки тут, по сути, да? Один фраг. Либо чуть-чуть крипов. Через Сильвер классно качать его. Сайленсера все-таки. Сильвер вообще незаменимая вещь. Скорость атаки, плюс снять пассивочку. Замедло. То, что надо. То, что надо. Прям. Белиссимо. Так, погнали. Четверка. Четверка сала. Есть. Почти у нас ультимативный. Зевс рефреш делает. Зевс рефреш делает. Он чекает зевс, кстати. В спине урса. Ой-ой-ой. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Бэм. Зевс ультанет, я умер. Ге-ге. А, он мертвый. Гем отдали. Гем отдали. Гем отдали. Гем отдал. Ого, как прыгает. Нифига себе. Но надо инту собрать-то, да? Оп. Хорошо. Подрегенимся. Мне подсказывает, что линавсофтер какой-то. Все, ок, бро. БКБ надо. Ну, топ, наверное, сломаем. Все-таки. Ооо, злой, злой мишка. Пацаны, дайте жить. 20 секунд, и я умираю, типа. Ого. Рефрешку там можно убирать. Хватает, смысле? А, нормальный подреген. Сейчас. Хорошо. Злой медведь. Вообще там жесть. не смогли мы спушить но есть репрессер поищет что будет с репрессером длину задушили до показалось а нет не показалось оказалось хорошо но есть репрессер и смоком я в мака еще с репрессер забирают хорошо есть два ультимейта можно быть сейчас так раздамажить сейчас попробуем короче сделать комбо 1 ульт 1 ульт чисто знаете так раз дома вообще до маги будет люто парнем через макам хорошим нужно отлично щит б про подставлюсь если что брат к братское плечо подставлю урс если в грызется меня типа мне там ничего не поможет мне 2 глобалки не 3 не 5 глобал я по ваш теперь брат регенция к варды принесу а зевс стать он чекает походу увидели он тот чекал стоял молочина приобрели редко еще встретишь таких игроков чтобы чекали каждую позицию по вардингу блин небо какой-то госту он забрал и криса там сыроек сыроек сыроектов сыроектов сыр забрал хорошо хотя вот так вот еще сделаем хорошо садил 2 ульта нормально пойдет оп замедлил даю кнопочку хорош и вот сейчас ее занят не туда и убрать не заешь хорош таверна отправили нормально но силой двух глобалок забрали на раз дома глобалку заюзал и на время идет можно низ кстати зайти я думаю снайпер ковыряет какой тип пойдет что next нам соберем next нам скорее всего что-то типа акторина я думаю либо hex hex есть акторин хорошо зайдет hex есть у да ладно я сейчас только что умер на самом деле от пуджа перед пуджа и так две стороны ломаем спектра там кстати до сих пор ничего не может так не хочу здесь умирать стоять на 4 ладно срика хукает как будто знаете есть слов но он такой кривой сам по себе путь шарак короче носок там бэм щас нажимаю спектра радик плохо курс арест на сочи надо уходить я вообще я такой не мобиль держи брат к нам подаю можно на мит выйти кстати бискин цуск но б б б б брат б бра лотар сделать очень хочется ребятки один баракс пуш очень тяжело пушится ну дайгер конечно было кулькой фаве тут бы сильвер сделать против пацана на спеке а потому что сейчас тоже начнем задушивать давайте сильвер сделаем silver и все что с ультимейта будем душой хорошо иллюзия пудж идет again задушина можно ли считать что это соло соло пудж хорошо четверка соло пуджа убила соло руки я сейчас очень опасным через лотар прям четверка будет очень хорошо заходить очень хорошо сейчас про человека кто-то по-любому фарме а уже по форме на уже по форме на хочется акторе next сделать вот так это гиги я же тебя изничтожу сейчас то есть как же я дамажу лайвы этого мне шутка так есть почти вот эта штука а то без пеку поймали я пойду пробиваюсь вы им спек обратно нужен тебе тинкер не успеет после очень плохо тинкер контрит да дерево отбираться что это такое за клоунада за клоунада я не успею клоунада чисто но я сми до ушел да ребята там берутся снайперу бкб сыр у них побежали нет я не буду глобалку езоте носа для рефреш и глобалку это слишком грубо будет бежали ребятам пробуем задушить утки я надеюсь не подставлюсь брат постараюсь помочь тебе конечно чем смогу 6 отходить надо подходить отходите ребят подходите вот подальше подальше так это опасно опасно но мне есть почти глобалка 5 секунд хорошо жесть там запиливание я живу интересно я там жесть запиливание по на юзу но я сейчас на ней не первый не заюзал 2 глобалки сразу залетели на снайпер бедный как и пуля умирает хекс сюда нам запихнуть будет вместо туса на 1 уль 1 refresh 6 там просто лютая дамага 3000 но я наверное куплю сейчас акторин я сал этот сал бустер куплю купать здесь рефреш делает бустер хорошо 3000 хп 3000 маны 153 интеллекта 200 дамаги но мы сейчас на запушить не можем типа некоторых скажешь что мы тут балуемся дать потом мы не можем запушить мы не можем зайти когда я когда ждать немного ты немного но с жесть туманы много 200 всего глей вы бьют типа без интеллекта по 200 это нормально по 250 обычно это уже жестко ждем вот эту кнопку этот раз на будет правильно нажать все очень же много кнопок можно просто 12 секунд сало сделать а я кидаю на раздамага я камчится блочью вот я рак оригин возьми регента 1700 остается мне 700 и готова еще 700 все-таки через лотар вообще кайф даггер тоже кайф даггер лотары поехала можно душить можно просто четко получается даггер лотары поехали паспека талик бустер тараска здравствуйте дорогие друзья я тараска я за таггеры тараска очень страшно не знаю что такое очень страшно очень страшно мы не знаем что такое хорошо а теперь убежать убегаем отсюда 30 секунд рефреш не очень хочется глобалку так юзать зевса задушили ждем оба для как прыгает ладно ждать тут не варик дуражка на линии куда торопятся парень сейчас спину зайдут нам там очень страшная лютая ситуация я не буду тут наверно драться по у меня еще и стрик так это плохо это плохо и нерем опа так сделали интеллект дали на добрый вечер эти бэкстеб на лан рожь почти на вставочку буду буду резать просто парика другого нет можно серьезно прикиньте не хватило давай у меня там когда можно было отойти в принципе для это сосальщик жесткий жесть но отдал я стриг ребята это плохо но нормально все равно in the in the собирается до 76 м ты пойдет мид сломали рук какой же под мид жесть потный мид вообще еле-еле заходим но есть актарин сейчас будет интереснее актарин и силер да собираем еще хекс можно у меня очень много еще слотов впереди по сути которые можно собрать основное что на четверку я собрал это чисто аганим знаете ну чисто паров и получается так что пойдет пойдет 22 2322 понимаю 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 и мою так есть да плюс а ну если бы я бы и ульт там путь 6 страдает два первых кидаешь жесть лютая тема получается там я пуджу первый кинул взял и за нул дефрэш ультанул опять первые 33 кнопки на пуджа бедного нажал раз какой-то лотар пугана стать это годно лотар в лайтгейме не контрится есть такая тема лотар лобе мини-контрис так на есть еще по вардингу варды 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 есть слот лешего линку хочет брат хочет кнопок много говорит это немного брат еще кнопок так есть но аганим аганим рефреш и акторин и все есть опять сыроек так но не могу пока что узнать а у меня же я шкуру покупал да я бы сейчас взял бы еще одну куру варды купить поставить так но я в принципе почти готов 40 секунд кнопка о 2 ульты нормально сглой его подхил идет в драке вообще жестко можно выбирать можно кстати пойти можно пойти дамага люто идет зла его хорошо хилишься в драке вообще нормально хильца будет такой вампиризм сглой его плюс если еще можно было бы ну можно володю собрать но не будет учитываться глэйв дома тут учитывается глэйв дома поэтому пока земли тем зевс жестко спека там бм и обм спектройт плохо я ее не убиваю я подкушу чисто атак спида вообще конечно нету на типа тут не в этом суть я заряженный позорите на мой билд лютый здесь какое заряженный на среде какие какой сладкие на какие сладкие хп все кто-то начал лешение хорошо даю еще кнопку еще ульта но щас еще ульта нуля я там вообще жизнь продамажу бм нажмет спектра бежать и знаю я дал 12 секунд сайленс всем на секунд солодом пойдем там лоха бы и такие же есть руки бм потом еще живая спектра живая курса мне до геркина у ее пуг на драму спине у нас твою и что нажимает парень на страл ты себе дай есть я рук там бм блин что как-то бкб может собрать чтобы драться тоже я же там дамаги с первого нанес там там все лоха по вы были уже мы не можем не уже хп нету этого момента бкб сделал давайте а тос продадим бкб купил нет я драться будут драться будут сколько там а тос на продаже полторашка да хорошо почти есть вся тема это можем драться я сейчас тоже бкб и отрегеним все еще есть чтобы к башка до 1300 и касательно есть можно будет жестко сейчас драки ну я просто не дерусь да вы заметили я нажимаю кнопки я не дерусь я не могу драться мне нет хп просто здесь спектра очень много хп сносит я бы его есть пока бы по ульта ваших два ульта и сейчас будем душить так ну что прости а тосик но надо тебя продавать надо продавать есть бкб переодеваемся есть возможно переодеться значит переодеваемся у нас 3 500 маны 2800 hp птх еще надо будет скорее всего вместо не знаю вместо птхи нужно тревел общий сильвер соберем сейчас тоже но сейчас подерусь я сейчас хотя бы в бкб буду драться там у всех бкб хи надо идут тут надо же сайленсоров кора переодеваться то есть наступает такой момент это четверка уже перерастает в город жесткая как госты еще хикса у меня нету жалко конечно хекс не пропихать куда хекс пихать уж чайка вниз есть кнопки у меня все есть то есть лотари могу вечно кстати бегать ну почти сейчас надо будет пассионку подобрать такую хорошенькую спектра ульта нет можно будет перекрыть ее ультимейт своим не обязательно даже 1 закида сейчас это не так важно в начальной стадии это важно вот эта комбинация идет очень много урона а сейчас больше важен контроль спектры и побью ультимейт очень хорошо себя под контрю и это плохо это сделал хорошо под контрили хорошо я кнопку дал чалька есть кто там байбэк пока бою можно нажать пожалуйста странно почему бы как бы не нажалась вот это пацана убиваем жесть я же бкб 2 разжал нажалась просто какой-то 30 25 ассистов что мало так надо ребятки на бакбахе нету слова веку будем душить главное бы им не нажала что мы нажала отходим для мы на таких лохов этот просто убегаем хорошо же есть вот она лютая и здесь сейчас ультом бах бах прикиньте минус 4 опасно выходить это бакбахе 6 посмотрите сколько у нас хп еле-еле спушили спектру это я не знаю нет но я сейчас хотя бы дрался что-то хотя бы я сделал по ультимейта плюс эту тему хорошо сильвер почти есть спека внизу за не хватает конечно такому сайланс ром я думаю в лейт-гейме потом просто нужно продавать аганим докупать хекс что их уже аганим не так будет актуален а лучше знаете как аганим типа знаете как от шар от алхимика вообще кайф типа так очень не хватает хикса знаете солнце все таки мне кажется больше это не такая четверка это именно жесткий такой центральный персонаж который вносит миллион урона прям очень жестко я уже 3 геннесса что там по кури пацаны сайленсер идет драться драться со мной соло потушил ее просто соло потушил пацаны и пацанам еще там глобалки помог стать неплохо я кстати еще подхиливаясь так нормально а еще ультанем хорошо счастье стеки под забрали вот посмотри браконьерка стой к по интеллекту 88 нормально на минус 4 надо идти ломать шо закатка шо закатка надо идти ломать говорит азиасы и пармит лесочек а чаще делать уже катка выиграна погнали жесткая игра фили и не знаю если тут если что так четверку потом переодевать просто вот это сюда вот берешь и продаешь покупаешь хекс и все это уже полноценный керри сайлансер 90 интеллекта соточка почти остается у нас ребятки тогда секретная катка секретная катка остается у нас секретная секретнейшая катка которую я сыграю на x там уже интересная четверочка у нас вышла четверочка интересная вышла по кайфу да мне понравилось сейчас хорошая четверочка уже души 216 у нас есть есть по души того задушить всех души всех души и урсу туда под одну гребенку нет брат не получится ах ты криса так может каждый на урсе беги в общем катка получилось ребятки интересно я считаю с четверки перешли мы хоть какой-то керри билд и прям по кайфу не знаю мне реально понравился напишите свое мнение понравился в это катка или нет то есть через огонь им если честно через огонь им тут не сильно так показано да как она так прикольно выходит от с этим запиливанием но но сюда я помню вот сюда сейчас сейчас сюда вставлю вставочку покажу момент с одной карточки где это прикольно показано и принципе все пойдем сейчас на секретную катку не хочу глобалка сначала первым потом глобал опа еще вот так вот там три запиливания вот так вот так трипл килл просто с ультимейта интересная инту дала то ё-моё я так и не посмотрел видели я первый кинул ультимейт еще раз первый там рефреш чисто жесть прикиньте как жестко получается жёстко да уф ну что ребятки крайняя к . сегодня секретная у нас загружается это значит что сейчас будет что-то интересное что-то очень вымышленное и а нереальное но посмотрим как все у нас тут будет ой 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 посмотрим что сейчас у нас будет мне даже интересно что у нас тут будет в этой катке google бан 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 бару бан цены реки мару эмбер хуск тени сларкин вокер лего в общем смотрите по секретной каточки максимальный керри билд который мы будем делать типа ну будем стараться максимально душить посмотрим возможно сделаем кстати тут не фаза как обычно дела сделаем btf и нужно будет сыграть на сайлансере у нас в любом случае через центр это первый момент второй момент это это второй момент это у нас сайлансер должен быть немного жесткий тут будет даггер тут будет лотар по-любому ну весь керри билд возможно хекс потом доделаю и самое что нам нужно сделать это конечно секрет честно секрет не не очень хочу палить всю эту контору что у нас тут будет в этой катке но очень хочется интересно как очень хочется интересно как они чисто в одну калитку там когда 2 на 5 3 на 5 не знаю хочется прям 5 на 5 ну или 4 на 5 или 5 на 4 как-то такую хотя бы каточку интересно потому что очень тяжело соло все таки подтаскивать если бы это восемьдесят третье было восемьдесят третье катки кстати очень легко соло тащить 85 нет но не такая 85 это командная карта у взяли взяли прикиньте взяли пит лорда пит лорд срежет мне весь дамаг срежет но посмотрим пойдет у нас имеется думка будет моросить кстати очень сильно метки ресторан надеюсь он через центр пойдет центральный хотя бы смогу его немного задушить а вот это точно не пойдет печалька а берем нулик поехали пилочки короче посмотрим кто будет на центральной но sky тут вообще тут кто тут у нас самый такой кого можно будет захейтить короче вы поняли должны догадались чем смысл будет данного видоса уже третий вот этот третий третья каточка типа на третья каточка чем смысл видоса будет будем стилить интеллект вот и у стилинг ой колту полис please don't call the police i don't want go back понимаю те кто поняли ставьте лайк ой такой треш господи российский кинематограф порнографический всяких вот этих тем это же есть какая ржачная тема это просто можно смотреть и ржать целыми сутками не знаю так на топе нам суета луна решила там с горы подглядеть cm выйди сюда снайпер чтобы мы могли тут под задушить там колды полис можно фиссуру брат товарищ на и если хорош хотя бы фбшка хотя бы фбшка но не монета на фбшка вот level чуть-чуть не хватает на но хотя бы выбраться окей это хорошо так не давайте знаете что сделаем стик надо кстати sky не знаю соска им никогда не стоял соска им никогда не стоял на миду сайлансом даже не знаю что то сможет ли против sky silencer тангусты тут надо будет защищать фулбаки возьмем вот так вот ой нет еще не взяли на добивать он пил до полис хорошо кунка походу на ровный мой до ровный походу сейчас чуть ли не подпустим у меня там центре опса идут главное перелос хитить и желательно убить на я думаю убью в принципе с головок там больно будет стик пошел стик обувар поставил рожь так вот делаем то есть маны решила меня задушить короче туда давай давай брат расходника нету я тоже нету агрессивно стоим придан колды полис хорошо хил принесем здесь там не будет никакого регена это счет за сквально будет типа об это смерть кстати станция очень большая сейчас придет фуловый парень ловый минус 2 нты пускай будет тяжело задрочить так потому что sky очень такой интеллектуальный парень серьезно интересный юноши интересно юноши так жесть я куру там по кд таскаю но у меня варико нету варико нету курьер мне нужно так никогда да все таки смог я выстоять мид немного перехарасил я его получается так мне дать ему одну тычку и 3 он умрет можешь же на катик бахнув хотя я кнопку дал пацаны такое нету ничего не получил я за него когда-то стоят читает отдыхает чили отдыхаются на на чили на расслабоне плохо но кстати фармли но не фармится золото на месте на расходнике все уходит решил кунка кстати прийти помочь возможно кунка ромер будет хорошо почти 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 разменялись хорошая размен но очень много и экспы потеряю ребята жесть просто пазы хил тп есть суицид до конца кстати жесть но я весь левел прогулялся ладно пока что ровно идет принципе да согласитесь я еще один сапог купил они блады купил хорошо побалить до конца ребята за суициде лиза же кунка подметил эту контору понимающие понимающие парнем главное если что кунки 3 давать не сможет вернуть там и нажать их по языке первый артефакт почему спросите вы потому что вы за это фазе заберу дальше сейчас были бы файзы забрал бы надо вар поставить фазе взять очень годно буду душить цена сроки просто очень много дамаги то 3 нету хорош байтится на кнопке легко все кура летит давайте забираем так чё по крип стату 23 крипа про плохо но типа в 50 должен уложиться до карьеру степода sky пришел парнем показка и бедняга вообще ничего не может сделать папа патлыга и попробуем видан колы полис это очень плохо просто безрубкун коровы щи шансов 0 и пробью не как-то я думал соскаем сейчас выйду драться но нет ссоре торрент сейчас тут будет под ноги язык от герой умер и в это время ходят и у хил хил кидай хил кидай короче давайте просто фармить иначе вот это так будет по кд да не варик вообще так так не варик ребят типа я и крепст от теряя и фраги теряю и все теряю кунка переверачивает типа кунка то четверка это вообще жесть что за страх очень мало я внес там так 32 играем да я может пора уметь немножко ребятки урны нету но вы держитесь кунка правда переролит нафиг он к уничтожит меня в роми к в роми уничтожит герой намного профитнее чем соленцев душем о ну вот он ребята можно фиссуру хотя бы там я не знаю какой-нибудь суру какую-нибудь я не знаю мой какой сил пошел жесть что происходит но тут я умер нет 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 роша куз придет какой-то за трэш него боевой нету я не ман и него его по идее а я умер да ужас что это такое такое переиграли на базу на базу все переиграли хватит хватит все на базу нет 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 все все хватит хватит что это такое сейчас было и вообще не вкурил хилка приходит для жизнь что это сейчас такое вообще было и вообще не вкурил чё за сетуёвина чисто сетуёвина хорошо ужас жесть чё за лютая ситуация скутом по-любому для нет так неинтересно один на пять выходить чисто такое себе отстань да аля один на пять да вы типа это называется если суждено умереть значит то сдохнешь да типа его хорош ужас вы чё звери петерон просто на меня петерон за мной бегут что это такое вообще вот это грязь даже есть прикинь в пятером просто бегут ой ну вы сами видите эту игру ребят пятером просто бегут ох сейчас бы сюда магнетизм ой камешек сразу камешек под ногой до сюда вот за меня просто умирают по факту да камень туда зачем вы туда идете за салом убили зато сало 6 прикиньте если понять чуть-чуть раньше помогли если вы мне чуть раньше помогли то я себе вард поставлю чисто за меня сдохли да и по я внизу не сдох они опечалились и короче начали все кнопки в меня максимально жать вот так вот значит это работает да ладно ждем глобалку но сейчас опять прибежит кунка с крестом и начнется суета мне надо фармить у меня 30 крипов блины прикиньте зашквар как 30 крипов люто пацаны играют конечно доту люто пацаны играют дота но это конечно это их судьба так чё там у нас там у нас пацаны вардов надеюсь у вас надеюсь у вас там нет то есть еще постоим здесь подождем туда вицкать суски это умер по идее там диалект есть хорошо я вождал тут цена этого весело так а этого пацана тоже заберем и погодишься чуть-чуть осталось осталось ты браконьер еще минус 2 хорошо комбутская бутская блатар хорош мои ребята показали где раки зимой вот оно дело ой какой ультимейт от луны кринжово конечно выглядит она добычить вот такой уходим ой почти на вставочку то есть но там надо было уходить ребят на 2 у я узнал рекуру панда ссори для жестко да вот это активчики понимаю убежали слайпера задушили очень активная катка я люблю такие катки но жесть когда в пятером бегут как-то неприятненько становится в пятером цикен юселеская пик лорд фускин морд спек омага ганди и ай from america from america об щит пакет рюкс я тоже так умею общаться кстати су суе то глобалки нет кстати пока что не варик что глобальное делать так сказать глобалки нету нет смысла глобально что-то пытаться делать брат у меня на лотар надо извини конечно что так восхищу грозно там звери вообще там ps лютые звери играют и вам отвечают у по звери играют жесть там лютейшие звери играет там прям ребята на агрессии максимальный так 30 секунд глобалить и тогда мы опять они гем тут будут брать угол я заберу успеху кстати типа мы надо соло даже по мастера написали есть чтобы надо идти до так и значит удару на туда молить почти есть и с промахивается лят и крыса хорош так на меду суета да нормально я спектру жахнул жахнул спека хорошо так пункта там айди в спину сюда выйдем у меня еще кнопки будут хорошо сюда бы вардик они по тэшке стоятся корабль пошел пошел но мимо мимоза хорош можно газануть тут агрессивно очень агрессивная вот здесь под тачка попробую поймать к нему шли до спека куда пошла вообще ноу брейна гейн жесть от это мы прессингуем тут такие катки люблю очень агрессивно так какого же мы хейтинг то я еще не определился кунку или кого или спеку у кого там мозгов меньше пятки будет серьезно кого же мы хейтинг то я еще даже не определился или пит лорд лорд тоже такой не умный жесть вообще такие соло фраги легкие получаются посмотрим сколько там у пит лорда интеллекта и душа пускай нет смысла там 49 надо 50 раз его убить нафиг слишком много варда стоят до стоят бэкстебать не будем сразу третий все штуки да хорошо даггер отлично для овноч какой делаем все даггеры пошел по всей карте даггер лотары погнали 14 правил 40 врагов минимум и интеллекта чтобы там вообще него 20 или 24 спектра и 20 интеллекта присталки 30 спеку душить надо бы хорош и вот это еще можно макнаггетс рухош но это товар я бы не пушил по одной причине они близко будут стоять нашим товарам и можно быстро типа добраться до них стой брат 33 интеллекта там для петру петлорд умный потом спектру проще загнобить будет да пойнте 6 вот это вот это обоссывали грубо говоря ох это был бы реген вот это было бы классно он нет совсем она совсем нету кунка 23 интеллекта и но корабль кинул 10 секунд не будет 1 чик чирик не будет спека прилетела 25 там бкб хубой хорошо счет сделать жесть по-любому счет сюда кто-нибудь выйдет таймка знает что я тут сколько успехи там 23 интеллекта уже пожирнее стало их промах прикиньте сглой вы вылетел плохо специально для спектры возьмем silver silver надо реген и успеваю отлично просто и временем внизу там смотрите с этим пандас там с радиком с радиком почти он выше 2 0 помойку она дороже нам все этой темы так но они заперты кунка 25 интеллекта мне хотелось бы если честно вот типа знаете как по челленджи опустить кого-нибудь в минус интеллект но это почти невозможно сделать то нужно овер жестко посылать и нужно герои такой чтобы тупой был прям я помпа центре подобным часто спалился и мовер жестко обосывать надо и какого-нибудь тупого героя и потеника или пары я не знаю хорошо пойдем из даггер выйдет умрет самое кайфовое что ты сайлент срам можешь свою ошибку перевернуть в атаку то есть нападение ошибку в нападение перевернуть но один раз ты можешь в принципе безнаказанно ходить по карте а когда у тебя есть глобалка то есть ты можешь куда-то выйти сделать какой-то ганг совершить и либо умереть если там слишком много либо раздамажить очень хорошо так 17 фрагов только жесть катка на кресте что ли да на кресте пошел я так и понял что он бы так нагло не шел знаешь что тут глобалансер бегает в инвизах знает такую контору 60 секунд в центре опса хорошо спека фармит делает бм бкб ху некстом а любая они заперлись в хэгэшках короче сидят просто и все в хэгэшку заперлись чё-то варит бандаринович видит что ли а я понял бкб х нужно тогда наверное нет смысла просто стоять тут гоу фармить смысл стоять просто если никого убить не можем значит фармим бкб и заходим нагло хорошо они прям заперлись наглую папа не лезь теперь пошел под шел под пошел под пошел снимать варды потом еще иконка центре даст и все там есть я не успел бкб хи копейки сколько я застилил уже 42 нормально бодро рошана пойду к окну погоняем рошана счастлива вправо берем долго правда это будет браконьер браконьерский рошан сейчас выйдет с опять выйдет должен по идее хорошо я должен выйти они никого на карте нет а я боюсь честно что они ко мне сейчас пойдут оппоненты а вижу все на карте есть хорошо пошло дело до души уже есть соло рошан ля там ребята держаться жестко а брадики господи я иду я помогу . стоит ловцем к цемку надо забрать значит забираем а ягис хорошо смогу еще раз подраться лично или нет разменять а ягис на плюс интеллект чему нет их варды на дэв стоит еще бкб хуи хекс надо будет делать они заперлись на хэгэ и там спека она короче уже в ней с каждой минуты пармиться у нас что-то как-то скучненько стало до команде у нас кали нормальный вроде вроде нормальный так что пока фарми фарм фан закончился и под пошел он пошел керри бьет еще один высираем как говорится сыраем еще один керри билд дефолтную катку играется честно тупо дефолтная почему потому что типа но как я обычно играю на сайлансере так я сейчас играю там бм и даст но надо душа ночь пойти типа они там за дефили ступо центряки вся фигня у них у меня есть вот так вот 140 урона 116 интеллектом есть возможность подушить подушить внизу щас будет драка на спеках из нападение обошли хорош лучше так сделаем хорош хорошо я тут на вот так вот пойду и что делаешь еще делаешь на панде задавил мой задавил мою на вставочку задавил мы вдвоем с пандой тут раз расшатали все да потом зацепил кого-нибудь душа 0 брат опрошь почти вот это нормально зашли до у колен вообще мастер мастер вниз попробую сломать там и чем вдвоем типа играем тут поем уничтожаем 6 вот это сила конечно посолью сейчас около сколько интеллекта попробуем пакетить сломаем еще 40 в выброс меня все когда не все в к д и бро 35 интеллекта пита и и спектр 28 нет не получится скорее скорее не что там же рута vision дают да это жестко жестко и опять на вставочку не даю хорош так но я бы жесть это конечно люто но не получилось немного ну ладно просто короче сделаем такое уничтожал к уничтожал к катку чисто знаете эстетическое такого удовольствия в убивании на сайланс или сделаем просто сделаем шар с кого пункт на 26 интеллект под кулку можно попробовать до хейтить по хейтить кунку для на топе там у спектра кстати не робеет дается до конца гаме делать как разное что я здесь это значит генимся исками закидал рож для прям вообще нарезает вообще пофиг и познаете это еще мало 140 типа да очень мало 140 ладно это плохо а им тут так и нельзя а вот тоже кстати урда 6 ну сколько интеллекта соберу интересно 66 м ты мало 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 фрагов много из интеллекта мало реле тупо лучше чисто тупо на голову туда прыгать конечно не хочется пойду закуплюсь спасибо чисто с калином задушили да получается 6 это рубилова самое натуральное как он выхожу как выхожу сын визу да и типа рубит как люто сейчас хекс сделаем вот эту кстати не будет походу но под тут может быть знаете в какой момент быть когда мы по видим читам я раза два умру и типа тогда реально начнется под серьезно начнется овер под потому что тогда пацаны заберут стрики начнется жестокая игра сколько там у меня 170 170 не 200 до только пока бы просто посадил но мне не варик там под корабль пункти вставляться и варик текст подфармливать и корабль пойдет сажал давай подальше брат а и и Ирина, Дорхайборг! Минус спека, хорош. Отойду. Хотя... Увы и нет. Ля, я наглый. Типа я пришел забрать этот барак. Ниц я не хочу пушить. Я хочу максимально собрать интеллекта. То есть задача этой катки там 120 где-то хотя бы собрать. Почти есть Хекс, да? Почти есть Хекс. Жесть. Роша есть уже. Сейчас Рошана пойдем бить. Хекс есть. Пойдем Рошана заберем. То есть с этим... С этим билдом, конечно, лютая тема. Ребята, пробуйте, собирайте так. Керри, это вообще кайф. Не знаю, я первую катку так сыграл, но без даггера. И вот эта катка прям вообще кайф. Не знаю. Очень много фрагов. Прям фраги сыпятся. Фраги сыпятся. 29 фрагов. Интеллекты главное очень много. Крапается. Хорошо. Пойду на базу, сбегаю в атаку. Опять. Вы тут ступа с Каолином сыграли эту факту. Думаю. Ребята от дефа, короче, собрались еще что-то делать. Сейчас будем пытаться заходить туда. Снайпер всю игру фармит. Там хитрая ясочка. Нормально. Кайф. Наверное, этой катки закончим уже гайд. Четверки я сыграл. На миду я также сыграл еще. С агонимом сыграл. Хекс. Керри билд. Оверкерри, честно, не буду собирать, ребят. Потому что, ну, это неадекватно будет. Ну, то есть, как контент, достаточно вот этой катки будет. Потому что она такая фраговая катка именно. Ну, то, что я хотел сделать. То есть, фраговую катку хотел. Максимально такой, чтобы было прям... Было прям жестко интересно. То есть, ну... Я такую катку хотел. Прям вот избиение вот это реально, чтобы... Можно больше интеллекта там и прочих всяких моментов было. Я такую катку хотел. Я ее получаю сейчас. По кайфу. Есть Хекс, ребятки. Сейчас будем душить. Хекс. БКБ. Тагерочек. Тагерочек. Не зрачен. Не зажмите и Sowj. В нагло один на пять зайти, что ли? Теперь всё. Это для нас. Конечно, всё да. Здесь всё. Шесть. Шесть избиений! Я просто в нагло забегаю и просто уничтожаю. успеху бэкстэп на это хорошо было бы просто я просто зашел уничтожил я не знаю это это жесть какая-то 80 пинты но мало мало импи я просто соло уничтожают жесть лютой к просто лютейшие спектры там лотар до сильвер ухо хорош хорош это жестко показ мадам эх под хилочек бы грешка ребят не знаю понравится ли вам такое избиение но по мне это прикольно по мне это прикольно прям забавная катка выходит такая так ну я не хочу тут видеть сейчас хочу с видеть к поисточки 86 маловато еще у юг парашек плохой у кого кнопка есть кстати постоянно хорошие генит сколько на по 15 раз челы умерли не удалось кстати захейтить интеллект сколько кунки тридцатка да и там блин но на самом деле много еще не пробью корабль дал секундка дает корабль это плохо хорош вот это у нас синергия ой хорош да я драться дальше про хорошо и дай забрать дает жесть ну хорош колин мастер просто своих дел или красавчик очень бодро отыграл в этой катке подро так ну что 40 фрагов будет сегодня или нет 40 прям есть отлично 40 фрагов ребят оформили ну чтож у нас что получается у вас сейчас так подлагала чопа и строчки по сотку я хотя бы собрал 98 интеллекта я собрал жесть за 37 минут но я считаю что это в принципе неплохо сколько раз умерли 16 14 12 интеллект оппонентов так и не получилось у меня опустить вниз не знаю может это отдельным видосом можно будет сделать прям в рубрике что если не знаю посмотрим но и в целом получается у нас вот такая вот катка на солнце ребятки это ластовая катка была в этом гайде в общем пишите свое мнение какие катки вам понравились больше именно или в четверке или в как как-то по-другому может вы собираете сайлансер то есть поделитесь своим мнением обязательно в комментариях это нужная вещь потому что я помню даже билды еще через арчит очень годный билд но я почему-то даже его давно и уже не практикую сейчас но напишите кто практикует до сих пор сайлансера как по своему то есть для меня конкретно вот этот билд который я сейчас крайне собрал лично для меня на этой карте этот билд намного ближе нежели чем какие-то другие билды ну и все принципе друзья спасибо всем кто посмотрел этот гайд обязательно поставьте лайк за старание хотя бы я отыграл по моему 12 игр для того чтобы показать вам 3 более менее интересный и принципе все с вами был ксеназ и до скорого а шуешь а шуешь а шуешь а шуешь а шуешь